И Николай уже представит уже всех остальных спикеров, коих у нас несколько и самых лучших. Николай. Добрый день. Я так понимаю, в ликоне все еще вернулись с обеда. Не знаю, может, немножко подождать, конечно. Ну, я все равно тут для развлечения у вас ничего толкового. У меня даже презентации нет. Меня зовут Николай Гришин, я руководитель проекта Spark. Spark.ru – это блог-платформа, созданная специально для маркетологов, предпринимателей. И, блин, вообще никого нет, а я рекламирую. Короче, вы можете все эти кейсы, которые, я так понимаю, отображены в вашей презентации, упаковывать в некие заметки и спокойно размещать у нас на ресурсе. Мы всегда рады. Мы их активно продвигаем как внутри ресурсов, так с помощью наших сетей. Сейчас у нас порядка 800 тысяч просмотров и порядка 500 тысяч уников в месяц. Есть прокаченные соцсети, есть Телеграм. И любой уникальный и интересный, внятный контент расходится неплохо. Приходите к нам. Тогда перейдем к деловой части. У нас первым выступает Константин Попов, основатель компании Capacity. Он нам расскажет про применение 3D-технологий. Николай, спасибо. Здравствуйте, коллеги. Я, с вашего позволения, буду сидеть, потому что буду переключаться между презентацией и демонстрацией в браузере. Вначале я расскажу о компании, о том, что такое платформа Capacity и проблемы мы решаем. Потом мы рассмотрим несколько кейсов, посмотрим, как это работает прямо в режиме онлайн. И буду ждать ваши вопросы непосредственно по тематике 3D-имиджинга. То, что мы разработали, это SAS-решение для того, чтобы можно было быстро создавать 3D-контент, интегрировать в веб-сайты, в мобильные приложения, в ER-VR приложения и в Digital Signage, то есть в цифровые киоски. То есть у нас комплексное решение, где можно и снять контент, и, соответственно, вставить через наш SDK в данные платформы. Есть еще решение, связанное с искусственным интеллектом. Это продукт, который позволяет анализировать интерактив с 3D-контентом и предсказывать, насколько покупателю действительно интересно купить этот товар. Этот продукт мы запустили буквально в этом году, в январе. Компания у нас была основана в 2013 году. Потратили много лет на R&D, запустили платформу в 2017 году. Мы выпускники акселераторов Plug-and-Play в Долине, Lafayette Plug-and-Play, это в Париже. И в том году мы были в акселераторе LVMH, Louis Vuitton, Mike Hennessy, тоже в Париже, в Station F. И еще работаем достаточно плотно с Alibaba. Привлекли уже 5 миллионов долларов, это непосредственно на запуск платформы. В этом году закрываем раунд на 3 миллиона, который будет направлен на развитие как раз части, связанной с искусственным интеллектом. И выход на новые рынки. Наши клиенты – это галерея Lafayette, это ювелирные бренды Gerant, Samsonite, если говорить про Россию, то это Tsu, Moiselle, Nika. Америка – это American Greetings, крупная компания. И порядка еще 400, там уже где-то на самом деле 450 сайтов, если смотреть по Google Analytics, уже подключены к нашей платформе. Как это выглядит? Клиент снимает непосредственно товары, используя нашу технологию софт на своей студии. Используется обычное фотооборудование. Потом все это интегрируется, размещается вот такая кнопочка, соответственно, на сайте. И используется наш формат для того, чтобы данные передавались быстро и качественно. И почему, собственно, клиенты работают сейчас с нами и с платформой – это масштабируемость. Так как если мы говорим про крупных ритейлеров, то если, например, мы берем даже ЦУМ, то ЦУМ – это порядка 10-12 тысяч наименований каждый месяц. То есть если мы не можем делать контент со скоростью обычной фотографии, то, в принципе, использование 3D-контента не играет никакой роли, нет смысла, потому что делать 100 наименований в месяц – это не принесет никакого увеличения конверсии. То есть только лишь массовое производство контента. Если, например, брать клиентов крупнее, с кем мы ведем переговоры, то есть, например, компания Farfetch, у них требования – это 3500 наименований в день. То есть нужно понимать, что когда мы говорим про 3D-имиджинг, на самом деле самая важная тема – это насколько вообще технологии можно отмасштабировать, насколько ее можно использовать для крупных ритейлеров. Потому что то, что делали как бы до этого, разные плагины, решения, возможно, позволяющие что-то ускорить в плане создания фотографий, они не играют роли для крупных интерпрайз-клиентов. То есть крупным интерпрайз-клиентам нужно решение под ключ. И мы обеспечиваем встраивание через API, через фреймворки. И у нас свой формат. Здесь нас можно сравнить, я думаю, с YouTube, потому что YouTube позволяет загружать видео, в том числе и на плохих соединениях, масштабируется, соответственно, инфраструктура под это. У нас есть стриминговая передача 3D-данных. Формат запатентован в США и в Европе. То, что у нас сейчас привлекает наибольший интерес от новых клиентов, это мы запустили в этом году, это система, которая оценивает, как пользователь взаимодействует непосредственно с товаром. Так как стоит наш плагин, то мы знаем, как человек вращает товар, где делают увеличение, где, соответственно, он останавливается. Сейчас я покажу, как это работает. Мы берем, например, кольцо, и мы третчим все взаимодействия. То есть на самом деле это терабайты данных, потому что мы третчим даже мельчайшие взаимодействия. Вот таким вот образом можно, например, очень быстро увеличивать изображение. И мы записываем в том числе и этот интерактив. Мы выдаем наиболее популярные ракурсы по выборке. И то, что самое интересное, мы рисуем карту, например, взаимодействия с товаром. А как показали наши опыты, которые мы запускали на ограниченном количестве ритейлеров, если товары разбить на группы, то есть, например, кольца, обувь, сумки и так далее, то графики взаимодействия пользователей приблизительно одинаковые. То есть зная графики взаимодействия, то есть паттерны, каким образом пользователя делает интерактив с товаром, мы можем предсказывать, насколько он заинтересован в его покупке. И это как раз представляет интерес для наших клиентов, так как лакшери-компания, это основные, в принципе, клиенты нашей организации, они тратят много денег на трафик, трафик плохо сегментирован, то есть нет возможности, например, выбрать, что мы покупаем трафик только лишь для тех, кто любит вращать, не знаю, кольца или кто смотрит сумки. То есть настолько точно невозможно заказывать рекламные кампании. Соответственно, то, что мы делаем, мы бьем тот трафик, который проходит через нас на сегменты, и мы позволяем вернуть по юзерской сессии информацию, насколько этот человек потенциально, например, был заинтересован в покупке этой сумки. Потом, чтобы его в дальнейшем таргетировать, когда он уже выходит за пределы сайта, можно было бы его догонять соответствующей рекламой. И, опять же, этот функционал полезен для digital signage, цифровых киосков, которые устанавливаются. В данном случае у нас есть, например, пилот для бизнес-залов в аэропорту, где пользователям, например, будут раздаваться планшеты. На планшетах будет, соответственно, 3D-контент. Мы знаем, кому раздается планшет, и таким образом человека можно догнать уже в сети. Либо есть тоже интересный проект, он уже связан непосредственно с теми, кто летит, например, бизнес-классом, потому что сейчас мы обсуждаем, что тот же самый каталог duty free, его можно отцифровать. Соответственно, мы знаем, где сидит человек, какое у него кресло в самолете, мы знаем, кто это конкретно. И таким образом, определив, что он был заинтересован в каком-то товаре, мы уже будем таргетировать рекламу и, соответственно, догонять его по всему миру. То есть, в принципе, тут есть и такие вот кейсы применения. Вот, как я говорил, это пример как раз использования в цифровых киосках. Мы скоро запустим новый продукт, это будет проигрыватель, собственно, этого контента, так как есть запрос от бутиков, которым интересно показывать, например, ту же самую ювелирку 24 часа в сутки, когда этот бутик уже как бы не работает. То есть, небольшие вот такие сайночки-киоски, которые стоят, например, в отелях. Очень часто в отелях размещают как раз именно топовые бутики. Вот. Если смотреть по кейсам, у нас совершенно разные клиенты. То есть, вот почему на первом месте я поставил American Greetings, потому что эта компания, она для нас как бы не типична. Они производители открыток, то есть обычные как бы открытки. И там компания известна в США, она достаточно крупная, там больше 30 тысяч человек в ней работает. Ее один из известных европейских брендов – это Papyrus. может быть, слышали. Значит, они обратились к нам, потому что есть такая как бы проблема на плоских фотографиях. Собственно, не видно, из каких материалов, например, что сделано, как выглядит аппликация, потому что им важно, например, передавать вот такие вот детали, которые мы здесь видим. Сейчас посмотрим, у нас получится расширить на передаче. Нет, не получается. Вот. То есть, например, человек сразу понимает, что здесь выпуклая наклейка. Можно также прочитать текст, посмотреть все детали. И поэтому они приняли решение использовать 3D-технологию для всех товаров и, соответственно, выбрали нашу платформу. Вот один из кейсов. То есть им нужно было передать особенности именно креативного дизайна. Причем к этому они пришли самостоятельно. То есть у них сначала был внутренний ресерч в компании, потом они начали подбирать, соответственно, техническое решение, которое позволит им реализовать это. Ювелирка – это идеальный пример, потому что все, что касается ювелирных изделий, это как бы компании, которые постоянно ищут что-то новое, хотят передавать новый, соответственно, опыт покупателям. Поэтому здесь бренд Геран из галереи Lafayette, они решили новую капсульную коллекцию как раз снять, соответственно, в 3D-формате по нескольким причинам. Ну, во-первых, мы позволяем делать вот такое качество, и это делается просто на каждом кадре и делается очень быстро. То есть человеку, который принимает решение о покупке, важно иметь подобный инструмент. Безусловно, возможность передать именно как блестит камень, то есть на интерактивном изображении, это гигантский плюс, потому что если мы делаем фотографии, это одна тема, если мы делаем, например, видео, то видео мы не можем, во-первых, настолько качественно приблизить, во-вторых, собственно, остановить там, где нам действительно это важно и интересно. Потому что, если, например, смотреть вот это кольцо, здесь снято еще с большим качеством. То есть можно рассмотреть вообще каждый камешек. И из российских как раз это ЦУМ. ЦУМ, чем интересен кейс, они сняли уже больше 50 тысяч наименований, они измеряли конверсию, и конверсия, скажем, у них больше, чем у всех наших клиентов. И измеряли они каким образом. Они считали, те, кто посмотрел 3D, положил, соответственно, в корзину товар, и те, кто не смотрел и положил, соответственно, в корзину. Разница оказалась 40% на категории сумки. То есть они сейчас снимают сумки, они снимают обувь. И почему они, собственно, выбирали как раз решение? Потому что они снимают действительно очень много. Вот можно посмотреть их аккаунт. То есть это постоянные съемки, это 100-200, соответственно, наименований, там каждый день выкладывается. То есть такая вот отработанная масштабируемая история. И вслед за ЦУМ подключилась компания iZel. Они сейчас очень прогрессивные, на самом деле, на рынке снимают. Качественнее, я думаю, многих. То есть вот, например, они снимали сейчас новую ювелирку от Шанель. И сделали супер просто качество съемок для обуви. То есть, в принципе, если резюмировать, для чего используется вообще 3D-технология, если посмотреть по всем нашим клиентам, то это передача именно информации, когда мы говорим о качественных товарах, то есть это больше лакшери-сегмент, это больше сегмент бизнес, потому что если продается некачественный товар, то часто требуется там ретушь. Ретушь, причем требуется такая достаточно серьезная, потому что если продается дешевое изделие, не знаю, там обувь за 10 долларов, то она уже изначально приезжает некачественная, поэтому под каждый интернет-магазин нужно, получается, ретушировать еще и 3D. А здесь, конечно, достаточно высокие временные затраты. Поэтому наибольший спрос идет именно у лакшери, у бизнес-сегмента, то есть у тех компаний, которые продают качественную продукцию. Тогда они могут передать новый опыт для своих посетителей, то есть сделать контент более интерактивным. Тот же самый контент у нас может выгружаться в дополненную виртуальную реальность. Если интересно, можете потом зайти на наш сайт, посмотреть. У нас есть ссылки как раз на видео. Потому что сейчас, если поговорить немножко о дополненной виртуальной реальности, виртуальная реальность для ритейла, на самом деле, она, ну я бы сказал, что она уже умерла, потому что спроса так и не появилось. Все эти устройства, они тяжелые, они не приспособлены. То есть, в принципе, виртуальная реальность, она осталась у других наших клиентов, которые занимаются тематикой музеев, выставок и всего остального. Дополненная реальность где-то с ноября, наверное, того года пошел просто сумасшедший спрос именно на контент, связанный с дополненной реальностью. Потому что все хотят пробовать, все ждут, когда выйдут очки, соответственно, от Apple. Потому что, по слухам, производство будет уже в этом году, в 2020 году. Apple должны выпустить свои очки и, соответственно, начнется новая эра применения 3D-технологий. Поэтому мы тоже, конечно, к этому готовимся. Ну и я думаю, это будет интересно многим собравшимся. Вот. Ну, собственно, у меня все. Жду тогда ваши вопросы, если есть. Спасибо, Константин. Если есть какие-то вопросы, у вас не могут. Съемки делает клиент у себя на студии, либо мы даем контакты наших партнеров. У нас сеть партнеров по всему миру, в основных городах. А сколько это по времени, по деньгам, вот снятия одной индивидуции? Очень быстро. То есть создание одного SKU – это 3-5 минут. То есть, в принципе, это вращение на столике в течение 40 секунд, и дальше софт он как бы сам все обрабатывает. Поэтому это получается в том числе как бы недорого для клиента. У нас есть клиентская программа, которая ставится на компьютер, которая занимается обработкой, а результат уже попадает на облако. То есть, вот как раз пример аккаунта, то, что я показывал, если видите, вот идут позиции, вот идут, соответственно, SKU номера, которые используются для синхронизации с каталогом на сайте, и они постоянно, соответственно, пополняют свой аккаунт, и все это автоматически синхронизируется с их сайтом. То есть система вот таким образом работает. И там же есть аналитика, то есть это такой как бы бэкэнд получается. Интеграция как у вас проходит? У вас какие-то требования к сайту? Можно в любые интегрировать. То есть мы даем SDK и объясняем, соответственно, как что вставить. Для некоторых систем у нас уже написаны модули, то есть там даже SDK не нужно использовать. Вот мы сейчас подписали партнерское соглашение, например, с SAP, SAP Hybris, соответственно, система, делаем под нее модуль, чтобы не нужно было вообще программистам никакую работу делать. То же самое под другие как бы платформы. Да, ну то есть у нас есть клиенты и сейчас и на Hybris, и на Demonware, и на Magento, и кто-то на Bittrex даже делал. То есть абсолютно разные. А в недвижимости не было клиентов у вас? Ну у нас по яхтам сейчас есть. Ну такое вообще, конечно, направление. То есть вот просто это наш рабочий аккаунт. Записывали буквально небольшой как бы поворот. То есть в принципе вот он совсем как бы небольшой. Просто тестировали. Потому что с точки зрения продажи яхт, то тут тоже имеет как бы смысл. То есть получается, что это встраивается вот такой вот интерактивный блок как бы в сайт. По недвижимости можно делать аналогично. У нас есть несколько студий, которые снимали на просто ставится штатив, вращающиеся камеры. Таким образом снимается панорама, и можно, соответственно, ее смотреть. Либо вот это снято, это дрон облетал яхту, соответственно, вокруг. Также можно снимать как бы и дома. То есть получается все очень дешево и быстро. Есть такое решение. Мы буквально несколько дней назад были в Мюнхене как раз на конференции. Сейчас я посмотрю, получится ли здесь на интернете открыть, на YouTube-канале. Мы сейчас выпускаем мобильное приложение, чтобы вот как раз люди обычные, которые хотят что-то снять, сейчас я покажу, как это выглядит. Они могли его использовать, то есть, например, качество, к сожалению, не очень. Можно будет снимать маленькие предметы, большие предметы. То есть мы разработали специальный маркер, который человек просто вращает рукой, размещает, например, часы, либо еще какой-то предмет или кольца, потому что у нас спрос есть по ювелирке бывшего употребления, которая, соответственно, продается. И, в принципе, те, кто продают через eBay, Авито, тоже через такие системы, и зачем этот маркер? Потому что человек, когда держит телефон, у него все равно трясется рука, соответственно, он вводит из стороны в сторону. То есть мы таким образом математически компенсируем все это. Потом идет обработка, вот как здесь показано. Сначала у нас создается вот такая моделька. Удаляется автоматический бэкграунд, то есть все сегментируется. Потом мы нажимаем Next, и у нас происходит небольшая магия. Мы убираем все лишнее, чтобы, соответственно, объект был большим. То есть он, соответственно, приближается. Дальше мы его также закачиваем на нашу платформу. Можно встраивать в сайт. То есть мы сейчас ведем как раз переговоры с разными маркетплейсами, чтобы это использовалось. Второй режим, он будет более простой. У нас есть запросы от компании, которые продают БО автомобили в том числе. То есть такой как бы есть кейс. Соответственно, во втором режиме мы ходим с мобильным телефоном вокруг любого объекта, третчим этот объект, такая же используется математика, и получается, соответственно, формат. Вот это как раз для такого не-энтерпрайс-сегмента. Мы еще не знаем, сколько этот денег вообще может принести, поэтому мы даже в бизнес-планы это никак не закладываем вообще компании. То есть это, скажем, больше для нас такой эксперимент. Но, в принципе, в тему маркетплейсов мы верим, потому что когда мы общались с компанией eBay как раз в Штатах, они говорили, что основная проблематика маркетплейса, потому что люди снимают контент, ну, а бы как. Кто-то на скатерти снял, да, кто-то еще на чем-то. Поэтому им хочется, чтобы у них сайт не смотрелось как помойка, так откровенно говоря. Поэтому идея раздавать некое приложение, которое человеку объясняет, как ему нужно снять, чтобы продать лучше все было красивее, то это имеет смысл. Поэтому мы это приложение… О, отлично, тут уже реклама пошла. Я могу, наверное, прям очень долго говорить про виртуальную примерочную, потому что мы этим занимались в 2014 году совместно с компанией Intel, Intel Retail Group, как раз в США мы делали ресерч на эту тему. Ну, если так коротко, то нельзя сделать идеальное решение, поэтому мы его не видим на рынке. Там есть несколько проблем. Первая проблема – это физика ткани, которая у всех разная, и, соответственно, посадка разная. Заставить кого-то на производстве вводить кучу параметров и описывать изделия – это просто невозможно, потому что очень часто производство никак не связано с дизайном отделом вообще в корпорациях. То есть вот первая проблема – это работа с энтерпрайзом, получается, в примерочном. Магазины точно ничего не будут снимать никогда, у них вот каждая минута прихода на склад – это вот очень важно. Поэтому, получается, вот кто решит вот эту проблему, сделает, не знаю, идеальную математическую модель под все типы одежды, может быть, тогда это решение появится. Потом сама по себе примерка. У нас у всех разная фигура. А вот в Штатах, например, когда мы делали пилот, там люди, чтобы снять размеры, нужно хотя бы во что-то облегающее переодеться, я не знаю, лучше вообще раздеться, соответственно. У американцев с этим действительно большие проблемы, потому что они по поводу прайвеси беспокоятся намного больше, чем наши соотечественники. Потому что все эти утечки с айфонами, со всего остального, поэтому они не хотят никак переодеваться, они не хотят, чтобы в какую-то непонятную систему попадали данные по их размерам. И вот это, получается, вторая проблема со всеми примерочными, что люди не хотят. Нам тогда выкатили техническое требование, что сделайте такую примерку, которая смотрит на человека, одетого в балахон и как-то вычисляет его размеры. То есть вы же можете использовать машинное обучение, но как мы можем обучить, мы же не знаем, что у него спрятано, я не знаю, под одеждой, под всем остальным. То есть я верю в примерку как рекомендательный сервис скорее. То есть там из серии, что вы знаете, вам скорее всего на 60% подойдет эта кофточка. То есть у меня пока такое скептическое отношение. Константин, спасибо. По-моему, очень крутой проект. Спасибо. У нас человек, которому секретарь позвонит рано или поздно. А теперь Артем Гладких, который расскажет про искусственный интеллект и про то, как использовать его возможности в продвижении. Всем привет. Как уже сказали, меня зовут Артем. У меня, пожалуй, не такая содержательная презентация с точки зрения продуктовой подачи. Но я бы хотел больше рассказать про непосредственно сам искусственный интеллект, про кейсы применения, по тому, как это можно все использовать в маркетинге и все, что с этим связано. Расскажу немножко про себя. Я сооснователь и генеральный директор компании Tenoris. Мы в прошлом году прошли акселляционную программу от StartAventures. Привлекли 130 тысяч долларов на развитие на рынке США. За это время успели, в принципе, поработать с большим количеством компаний, потестировать различное количество решений, чтобы можно было понять, в принципе, какие проблемы, какие боли есть у компаний и что можно продавать, а что продавать нельзя. Соответственно, прежде чем говорить о том, какие кейсы можно использовать, я бы хотел, в принципе, обозначить немножко потенциал роста искусственного интеллекта. Я думаю, что, в принципе, ни для кого не новость, что технология имеет огромный потенциал. Все прогнозируют взрывной рост на рынке. В принципе, я с ними соглашусь. Единственное, здесь на данной диаграмме показано, что большинство компаний с максимально потенциальным ростом – это европейские страны. Ну, я бы сказал больше, что на самом деле наибольший эффект это получат именно США и азиатский регион. Просто по той причине, что в странах европейского сегмента очень развита политика касательно конфиденциальности данных, GDPR, и искусственный интеллект, развитие его, в основном, это данные. Поэтому чем меньше данных, чем сложность работы с ними, тем медленнее развивается сам искусственный интеллект, медленнее идут какие-то разработки, что вызывает какие-то дополнительные сложности. Поэтому я думаю, что какие-то суперэффективные, супербольшие проекты, они все-таки будут появляться именно в США и в Азии. Мы делали тут уже определенный ресерч. Мы в прошлом году также посещали конференции в Швейцарии, Startup Days, где, в принципе, общались с компаниями, какие у них есть проблемы. И как раз вот один такой затык, который они видят при внедрении искусственного интеллекта, это проблема с работой пользовательских данных. То есть в Америке, в Азии в том числе, как-то к этому попроще относятся. Поэтому все-таки эффективность работы именно в этих регионах, она намного выше. Следующим слайдом я бы хотел рассказать про заблуждения, которые преследуют компании. Все, кто хочет внедрять искусственную интеллект, свои проекты. Значит, хотелось бы обозначить, что основные проблемы – это когда люди думают, что технология… заблуждение, что технология слишком молода, что развитие только-только начинается, и внедрение ее в компанию не сулит ничего хорошего. На самом деле это не так. Искусственный интеллект – это очень старая история. Просто в последнее время достаточно большой хайп на этот счет. Каждый пытается, ну как в свое время было с блокчейном, просто каждый пытается добавить какую-то приставку AI-based с содержанием искусственного интеллекта, чтобы поднять какие-то определенные инвестиции, закрыть новый раунд. Но технология на самом деле достаточно старая. Я бы даже сказал, что она весьма обкатана на каких-то там конкретных кейсах компаниях. И не стоит заблуждаться, что это что-то слишком новое, что вызывает опасения по внедрению. Следующее заблуждение – это касается того, что AI не нужен. Именно в маркетинге всегда работает продукт. Но это тоже достаточно такое серьезное заблуждение, потому что все идет в сторону суперперсонализации. И если говорить о продуктовой подаче, то до этого стоял вопрос именно производства большого количества продуктов. Выпускается фабриками наперед большое количество товаров. Сейчас все идет в сторону именно персонализации. И вы не сможете сделать достаточно крутой продукт, если вы не будете использовать именно персонализацию. То есть следующим шагом, допустим, в развитии тарифных планов у сотовых операторов будет супериндивидуальный подход, когда каждый оператор будет знать о вас настолько хорошо, что он может предложить исключительно индивидуальный тарифный план для вас. То есть он не будет использовать какие-то там наборы, что кому-то нужен интернет, кому-то нужна сотовая связь, кому-то нужно больше смс. На самом деле будут супериндивидуальные подходы, супериндивидуальные какие-то предложения, которые будут конкретно под человека. Но так как достаточно большое количество данных необходимо обрабатывать, чтобы выбирать такие правильные продуктовые подходы, соответственно искусственный интеллект в данном случае помогает. И без искусственного интеллекта вы просто не сможете сделать суперперсонализированный подход, потому что это метод именно связан с обработкой данных. Еще одно заблуждение это касается внедрения искусственного интеллекта и издержками, которые понесет компания. На самом деле отчасти здесь можно согласиться, потому что как любая, если так скажем, новая технология, она преследует большие издержки с содержанием персонала. Data settings, они достаточно дорогие ребята. И содержание нового, а и дело, внедрение искусственного интеллекта всегда будет сопровождаться какими-то дополнительными разработками в компании. Но стоит учитывать, что такое внедрение, оно сулит с собой какие-то там последующие, последующий рост эффективности. Соответственно, если вы хотите играть в долгую, то искусственный интеллект – это как раз игра в долгую. То есть вы не можете подумать о том, что вот мы сейчас потратим какие-то деньги, но потом мы их не вернем. На самом деле это не так. Искусственный интеллект, он всегда развивается, и это вдвойне вернется вам, если вы начнете внедрять это сейчас. Поэтому это достаточно глубокое заблуждение. И последнее заблуждение касается стратегических вопросов. Что искусственному интеллекту нельзя доверить какие-то стратегические моменты, что это достаточно такая креативная история, и что здесь очень важно использовать именно человеческие навыки. Но, как показывает практика, сейчас достаточно много компаний, которые занимаются разработкой систем поддержки и принятия решений как раз-таки на базе искусственного интеллекта. Это достаточно большой и очень интересный сегмент, потому что, в частности, мы занимаемся разработкой продукта, похожего на то, что я сейчас говорю. Причина заключается в том, что данных становится слишком много, экономически различные факторы меняются очень быстро, и принимать решения, основываясь на данных, становится все сложнее просто потому, что их сложно обрабатывать. То есть каждый день меняется все просто колоссальными темпами, и в данном случае сам человек анализировать такое количество данных он просто не может. То есть нужно использовать какие-то дополнительные средства, в данном случае искусственный интеллект. Не сказать, что он будет сам принимать какие-то решения, но он скажет, по крайней мере, какой процент при выборе того или иного решения будет правильным или неправильным. Поэтому стратегия – это все-таки, я думаю, что в ближайшем будущем, может быть, не полностью, но процентов на 80 перейдет в руки искусственного интеллекта. Сейчас бы я хотел поговорить о трендах, которые развиваются на рынке, в частности на рынке США, потому что США всегда являлись драйвером развития технологий, и по нашим наблюдениям, которые мы проводили, опять же, в Америке, есть два таких основных тренда – это RPA и Content Intelligence. На самом деле RPA все достаточно путают, что это обычная автоматизация, но это не так. RPA от автоматизации отличается тем, что для пользователя предоставляется интерфейс, где он может автоматизировать свои процессы без знания кода. То есть у вас есть определенное такое окошко, где вы там задаете определенный цикл действий, которые необходимо делать, и дальше роботы позволяют все это делать в автоматизированном режиме. Например, если вы хотите заложить какие-то определенные действия, связанные с заполнением формочек на сайте, или какие-то выставления счетов. То есть какие-то такие вещи, которые можно поручить искусственному интеллекту, который никогда не болеет, который работает 24 на 7 и не просит повышения зарплаты. Второе направление – это content intelligence, это углубленный анализ данных, это поиск каких-то паттернов, закономерностей в данных. Собственно, это более такая углубленная работа с цифрами, с данными, которые у вас есть. Здесь основным отличием является понимание того, что если вы работаете с большим количеством данных в вашей компании, то поиск каких-то определенных паттернов, поиск каких-то закономерностей – это всегда очень полезно. Например, если у вас в компании постоянно происходят одни и те же проблемы, связанные с тем, что раз в месяц бухгалтер по причине психологического срыва забывает выставлять нужные счета, то, скорее всего, искусственный интеллект рано или поздно поймет это и предложит вам либо заменить бухгалтера, либо использовать какие-то средства автоматизации. Вот как раз content intelligence – это про это. То есть он позволяет более углубленно погрузиться в данные, найти какие-то там кейсы, паттерны, шаблоны, которые потом используют для дальнейшей работы. Непосредственно про сами кейсы применения в маркетинге. На самом деле их больше, значительно больше, но судя по анализу, судя по тому, за что, скажем так, компании готовы платить именно в Америке, то есть те продукты, которые они запрашивают, те истории, которыми они интересуются, я вывел несколько основных пунктов. Самый первый пункт – это исследование потребительского рынка. Вот как коллега из Capacity сказал, что в принципе все, что связано с анализом поведения, все, что связано с анализом того, как пользователи реагируют на тот или иной товар, это все относится к этому пункту. То есть сейчас достаточно эффективно работают различные ритейлеры, которые анализируют эмоции человека, которые анализируют то, как пользователь, человек в данном случае, выражает свои эмоции, глядя на определенные продуктовые предложения, собирает эти данные, отправляет куда-то в компанию, которая дальше уже анализирует, и принимает решение, насколько компания эффективна или неэффективна. Следующим направлением является управление рекламной компанией в режиме реального времени. На самом деле даже сейчас уже есть много компаний, в частности, опять же, в Европе, может быть, знаете, Frank AI, которая занимается как раз таки анализом и бесперерывными корректировками рекламных компаний в режиме реального времени. То есть он просто со всех каналов собирает данные, строит какие-то гипотезы, и на основе этих гипотез уже делает какие-то предположения. Здесь нужно поправить объявление, здесь нужно сделать акцент на продуктовые предложения, здесь нужно увеличить бюджет и так далее и тому подобное. В третьем это, как уже было сказано, это максимальная персонализация. То есть искусственный интеллект позволяет определить какие-то суперглубинные потребности человека и благодаря этому выдать какие-то рекомендации и помочь создать именно продукт, который непосредственно конкретно этому человеку будет интересен. То есть есть очень много маркетинговых агентств, которые занимаются как раз тем, что сейчас называется продукт девелопмент, когда они занимаются тем, что конструируют продукт клиента под конкретные нужды определенного человека. То есть они могут, ну вот как такая болванка, да, то есть им дают продукт, и они там используя различные алгоритмы могут адаптировать это под любого пользователя. Там начиная от выбора, там, если мы говорим про продажу автомобиля, от выбора цвета автомобиля, салона, там, колеса и так далее и тому подобное. Следующий кейс применения – это создание нового контента. Это достаточно такой прям очень популярная тема, потому что, особенно в Лондоне, потому что там очень любят генерировать рекламные кампании, тексты, непосредственно написанные искусственным интеллектом. То есть есть достаточно много кампаний, которые позволяют анализировать, опять же, поведение пользователя, определять настроение в данный момент и генерировать какие-то уникальные рекламные предложения, статьи. То есть если вам грустно, да, то он может там сгенерировать какое-то там рекламное предложение, связанное с поддержанием духовных сил, с поддержанием каких-то там эмоциональных настроений. То есть это вот все про создание нового контента. И последним пунктом я бы выделил это повышение эффективности рекламных кампаний. Вот один из наших проектов, про него тоже расскажу чуть позже, как раз занимается тем, что мы анализируем поведение sales команд, находим лучшие сценарии продаж и для всех остальных выстраиваем какую-то определенную систему подсказок, чтобы они тоже могли продавать лучше. Все, что связано с искусственным интеллектом, это, на мой взгляд, все-таки повышение эффективности, это общая такая картина, да, но вот стоит заметить, что это очень важно. Ну и немножко хотел рассказать просто про нашу компанию, про то, чем мы занимаемся. На самом деле мы занимаемся достаточно, можно так сказать, простыми вещами. Мы просто разрабатываем решения на базе искусственного интеллекта. У нас на данный момент есть несколько своих проектов и есть несколько проектов под заказ, которые мы делаем. Вот прямо сейчас мы достаточно плотно работаем с Red Bull в сфере Digital Twins. То есть мы помогаем все циклы, все продуктовые линейки, которые они выпускают, превращая в Digital Twins, чтобы можно было на всей цепочке поставок определять какие-то слабые места и повышать эффективность. Если говорить о таких крупных историях. И непосредственно два наших решения, которые мы продаем. Сигнум – это платформа, которая, опять же, Content Intelligence, она умеет отслеживать зарождение трендов и хайпов. То есть мы на самых ранних этапах анализируем большое количество блогов, форумов, аккаунтов в соцсетях, в Инстаграм, допустим, в Фейсбук. И определяем зарождение трендов на самых-самых ранних этапах. То есть мы можем сказать, что прямо сейчас там тренд есть о тапочках для сна. То есть мы можем прямо на самом раннем этапе это отслеживать. И дальше уже в виде определенных отчетов продавать нашим клиентам, чтобы они могли дальше эти данные использовать, например, в своем интернет-магазине. То есть он там определяет какие-то определенные трендовые товары и начинает продавать, соответственно, именно трендовые товары, которые сейчас пользуются спросом. И второе наше решение непосредственно именно на американский рынок – это Teona AI. Teona – тоже история про Content Intelligence. Мы, как я уже сказал, анализируем поведение ваших сейлс-сотрудников, находим лучшие сценарии продаж, цикл действий, когда сотрудник закрывает больше сделок. То есть он там написал письмо, позвонил, назвал пользователя по имени. Мы определяем вот этот сценарий и для всех сотрудников, всех остальных, мы выстраиваем определенную систему подсказок, чтобы они закрывали больше сделок. Это обычное повышение эффективности сейлс-команд, который в свою очередь приводит к увеличению продаж. Ну и, собственно, я об этом рассказал. Хотел бы еще просто… Слайда у меня этого нет, но я бы хотел затронуть, потому что важная проблема именно про проблемы, с которыми сталкиваются компании, которые пытаются непосредственно продать искусственный интеллект, либо внедряют его у себя. Первая самая важная проблема – это проблема черного ящика. Наверное, вы все про это уже слышали. Может быть, пару лет назад это было еще нормально, когда вы продаете решение, где вы загружаете свои данные в какой-то черный ящик, он его обрабатывает и дает какие-то цифры. Сейчас такое уже не покупают. Сейчас нужно давать, если можно так выразиться, инсайты. То есть нужно говорить клиенту, что стало причиной, почему получились такие цифры, куда это все идет. Ну, в общем, расписать, почему именно так получилось. Вот. И вторая такая большая проблема, она связана с завышенными ожиданиями. То есть нужно просто сразу говорить клиенту о том, что искусственный интеллект – это долгая история, да, и не получится, чтобы не получилось так, как, допустим, IBM Watson, онкологи, которые напродавал своих продуктов по всему миру, рассказали, что мы поможем лечить больных от раковых заболеваний. А на самом деле получилось так, что ожидания были очень завышены, и IBM Watson иногда рекомендовал те сценарии лечения, которые оказывались смертельными. Ну, к смертям это не приводило, их, конечно, не применяли, да, но завышено ожидание того, что вы что-то туда загрузили, он что-то обработал и выдал вам, они, конечно же, были. На этом, собственно, все. Спасибо. В чем-то спасибо. Если позвольте, я один вопрос задам. А где вот заканчивается обработка данных, начинается искусственный интеллект? То есть все, что вы перечислили, это, по сути, работа с данными. А в моем мире искусственный интеллект, когда система уже сама проанализирует все это, что-то решает. То есть вот в конкретном кейсе вы можете как-то какие-нибудь тапочки? Я понял, я понял. Да, на самом деле здесь вопрос о подходах, которые используются в искусственном интеллекте, потому что есть, допустим, два подхода, один из которых это сверточные нейроны сети. Тогда здесь речь идет о том, что вы загружаете какие-то данные, все это анализируется, и выходят определенные паттерны. То есть если совсем упростить, то четкого разграничения нет. Четкого разграничения нет, когда начинается искусственный интеллект, когда начинаются данные. Все зависит, по большому счету, от задачи, которую вы хотите решить, и от того метода, к которому вы хотите прийти. Вот, допустим, есть у Яндекса MatrixNet, который формула, по которой рассчитывался рейтинг ранжирования сайтов поисковой выдачи на начало 2008 года, эта формула занимала 12 килобайт. Ну, это 5 листов А4, чтобы вы понимали, формула ранжирования. В 2010 году эта формула весила уже 40 мегабайт. То есть вы представляете размер этой формулы, которая весит 40 мегабайт. Это что-то огромная, огромная какая-то штука. Я не ссортимизирую. Ну, аккуратно, потому что искусственный интеллект, опять же, есть сильный, есть слабый искусственный интеллект. И каких-то там конкретных паттернов, ограничивающих использование данной формулировки, их нет. Ну, все это машин лернинг, опять же. Сильный искусственный интеллект, его еще нет, как бы это что ни называли. Тот, который мог бы сравнимо с человеком принимать какие-то креативные решения. А слабый искусственный интеллект, это по большому счету тот же машин лернинг, только в каких-то там определенных интерпретациях. Короче, хотите продаться подороже, упомяните искусственный интеллект. Еще вопросы, буквально один-два. Тапочки для сна, это что? Ну, можно сказать, что это что-то напоминающее обычные домашние тапочки, на бахилы похожи такие. Обычно, да, в них спят, наверное, чтобы в туалет ходить вечером, не холодно было. Да, на самом деле хороший вопрос. Мы в свое время задумывались над тем, чтобы сделать решение, позволяющее оценить стоимость определенной недвижимости, да, там, анализируя какие-то определенные поведения, ну, например, там, уровень преступности и все, что с этим связано. На данный момент то, что мы сейчас делаем, это глобальная история. То есть мы определяем именно, у нас есть несколько категорий, там, продукты, компании, рынки и мода. То есть мы по каждой категории определяем какой-то свой определенный паттерн. Например, в продуктах, это, ну, все, что касается e-commerce, там, с этими тапочками. По рынкам мы определяем, какие рынки сейчас растут, что там сейчас будет в тренде дальше, что там сейчас только зарождается. И по моде у нас там есть определенные паттерны, связанные с цветом, с опинион лидерами, да, то есть все, что, как бы, накладывает свой отпечаток именно вот в такой ситуации. То есть какой, если совсем так опуститься вниз, какой цвет будет в тренде через, там, полгода. Ну, вот массово, да, да, мы не локализуемся. То есть мы так, вот если взять тот же Google Trends, да, там есть по регионам какой-то, ну, вот, мы как бы стараемся такую общую картину, но потихоньку будем спускаться вниз, будем какие-то там более узкие нишевые истории смотреть. Ну, да, да, если можно. Нет, на самом деле в таком сегменте еще не работали, но было бы очень интересно. Просто проблема в том, что, ну, как мне кажется, да, просто так дилетантский взгляд, что очень мало данных в этом сегменте. Там, где мало данных, это всегда сложная история. Мы, допустим, запускали проект по анализу рынков в России, и это было сложно. Я надеюсь, что Spark решит эту историю, что можно будет достаточно объемную картину по сделкам, по рынкам, по всему остальному получить. В общем, основная проблема была в том, что данных просто нет. Есть, опять же, почему мы используем глобальную историю? Потому что есть огромные датасеты, да, начиная там от того же Bloomberg, который выкладывает в открытый доступ определенные наборы на своих новостных выпусков там с 2000 года. То есть ты просто их берешь, анализируешь, находишь какие-то паттерны, смотришь закономерности, да, и накладываешь там на текущую историю. Ну вот, и по этим шатбонам определяешь, собственно, что будет в тренде, а что нет. Поэтому если в вашем рынке есть какой-то большой набор данных, и их можно использовать, то я думаю, да, почему нет. Спасибо. У нас следующий спикер. Мы, как любая маркетинговая компания, разумеется, ищем какие-то еще дополнительные рынки для того, чтобы развиваться. И в прошлом году мы провели достаточно масштабные исследования по рекламодателям. Что им интересно, какие маркетинговые инструменты с использованием искусственного интеллекта машинного обучения интересны рекламодателям в 2019 году. На первом месте выделились как раз программатик рекламы и динамический ретаргетинг. На втором месте поделили чат-боты и аналитика на основе больших данных. И на третьем месте это персонализация контента, соответственно, это веб-сайт и мобильные приложения. Мы, соответственно, программатик рекламы и динамический ретаргетинг уже закрываем в своем текущем предложении и начали развиваться в сторону аналитики больших данных и персонализации. С аналитикой больших данных мы уже достаточно давно работаем. И, соответственно, кейс прошлого года расскажу вам чуть-чуть попозже. На данный момент основной вопрос, скажем так, современного маркетолога это как совместить эффекты от рекламы с непосредственными продажами, с бизнес-эффектом. И, соответственно, на данный момент также возникает вопрос, какие инструменты смогут позволить решить эту проблему. Если рассматривать в плане диджитал рекламы, диджитал реклама всегда была более измеримой, чем традиционные медиа, чем телевизор, радио и другие. Но это касается лишь метрик показателей эффективности, таких как охват целевой аудитории, количество взаимодействий с непосредственными пользователями, какие-то показатели вовлеченности. Но в любом случае, если это не интернет-магазин, то никакой связки с реальными продажами это не имеет. Таким образом получается, что интернет-реклама настолько же измерима, как и традиционные медиа становятся в данном случае. И сейчас как раз многие технологические компании, включая нас, развиваются в сфере того, как соединить онлайн-данные с реальными покупками в офлайне. На данный момент есть много различных технологий, которые используют интеграцию с CRM, использование различных механик чековых, программ лояльности, промокодов, Wi-Fi-ловушки, данные веб-аналитики и множество других данных для того, чтобы сметчить, соединить, соответственно, продажи в офлайн-магазине и затраты на интернет-рекламу. Наша платформа, как платформа, созданная полностью с нуля, она объединяет в себе множество различных технологий. Собственно, мы развиваемся по пути того же Гугла, Яндекса. То есть у нас есть технология, которая позволяет закупать рекламу для наших рекламодателей, есть технологии, которые обрабатывают большие данные для аналитики и технологии, которые позволяют делать персонализацию какого-либо, чего-либо. И когда мы используем различные данные на одной единой платформе, сохраняется очень много данных. То есть если вы используете различные решения и пытаетесь их как-то объединить, часто происходит большая потеря данных, и при получении результатов вы не получаете статистической достоверности этих результатов. Таким образом, вы можете потратить очень много времени на интеграцию, очень много денег на установку какого-то дополнительного оборудования, и тем самым не получить никакого эффекта. Мы, имея доступ к транзакциям непосредственно в офлайн точках, смогли соединить у себя внутри данные как раз о показе рекламы и непосредственных продажах в офлайн магазинах. Назвали мы эту метрику offline CR, то есть сколько людей после увиденного рекламного ролика в интернете купило действительно в офлайне, произвело транзакцию в офлайн магазине. Разумеется, мы не можем оценить 100% всех продаж, которые произошли в офлайн магазине, но в целом, если в среднем посмотреть по тем исследованиям, которые мы проводили, мы получаем в среднем от 20 до 40% всех транзакций, которые проходят после нашей рекламной кампании. И таким образом статистическая достоверность наших исследований, она достаточно высока. Что можно измерить при помощи офсиар? Соответственно, можно измерить то, как тот или иной канал влияет на продажи. То есть это Яндекс или МайТаргет, либо еще какой-то канал, как он действительно активируется уже в продажах. Можно измерить непосредственное влияние медийной рекламы на покупки. То есть насколько медийная реклама смогла увеличить покупки. Об этом я расскажу чуть позже в кейсе. И также использовать различные инсайты для того, чтобы понять, какой креатив лучше влияет на продажи, какой таргетинг, какие сегменты лучше влияют. Выявлять какие-то инсайты по тем аудиториям, которые вы ранее не видели или не использовали в своем таргетинге и можете теперь его использовать. Глубина исследования по продажам может измеряться как до факта самой покупки, то есть транзакции по терминалу, так и вплоть до уровня чека. Но вплоть до уровня чека только если вы, соответственно, либо бренд, который продаете продукцию в крупных гипермаркетах, и, соответственно, мы являемся сейчас партнером одного из крупнейших гипермаркетов России. И либо если вы сами являетесь ритейлером, и мы с вами проведем интеграцию на уровне оператора фискальных данных, и таким образом тоже получим эти данные и сможем как раз вам давать такую аналитику. Теперь рассмотрим на реальном примере. К сожалению, слайдик один потерялся. Для обе мы проводили рекламную кампанию, и офлайн CR составил 3%. 3% даже такого CTR практически нигде не бывает. А здесь мы получили реальный офлайн CR. То есть это люди, которые видели просто баннеры в интернете и потом пошли, купили в магазин в гипермаркете обе. Как мы этого достигли? Мы этого достигли благодаря тому, что достаточно долго измеряли показатель офлайн CR и выделяли те сегменты, которые действительно очень хорошо на него влияют. То есть мы выделили тот пул аудитории, который действительно является целевыми для клиента обе, и именно на него мы смогли воздействовать. Но в любом случае 3% не дает ответ, действительно ли мы привлекли этих людей в магазин, либо мы просто настолько хорошо попали в тех людей, которые и так бы дошли до этого магазина. Для того, чтобы ответить на вопрос, действительно ли мы как-то на это повлияли, мы выделили контрольную группу. В рамках контрольной группы использовалась та же самая целевая аудитория, но единственное отличие было в том, что она специально не видела нашу рекламу, которую мы показывали в интернете. И у той, и у другой аудитории, соответственно, замерялся уровень покупок в обе. И дальше мы замерили, насколько отличается та аудитория, которая видела баннеры в интернете, от той, которая их не видела. На 21% больше покупок совершает такая аудитория. Это чистое влияние медийной рекламы. После того, как мы замерили чистое влияние медийной рекламы, мы смогли вместе с клиентом, собрав данные о средней чеке, о маржинальности и множество еще других конфиденциальных данных, мы выделили ROAS, то есть реальная окупаемость инвестиций в медийную рекламу в интернете. Она оказалась 4 рубля 81 копейку на каждый потраченный рубль на медийную рекламу в интернете. Вот пример использования метрики offline CR с контрольной группой. Как еще можно использовать offline CR, если вы просто обычный диджитал-маркетолог. Еще один пример, он уже не касается обе. К сожалению, не могу раскрыть рекламодателя, но в любом случае у нас была рекламная кампания, в которой было четкое разделение аудитории на более молодую 25-34 и на более возрастную 35-44. Соответственно, на основе предыдущего опыта рекламодателя он знает, что очень хорошие показатели эффективности показывает более молодая аудитория. По CTR, по показателям вовлеченности, по различным другим критериям, которые клиент до этого получал в диджитал-метриках. И при этом, когда пришел к нам, соответственно, с тем же запросом, он попросил разделить, расплетовать бюджет, большую часть на более молодую аудиторию и меньшую часть на более возрастную, так как считает ее менее эффективной. После рекламной кампании нам удалось замерить результаты оффлайн-конвершн-рейт. И мы увидели, что и более возрастная, и более молодая аудитория покупает примерно одинаково. Даже более возрастная аудитория совершает больше покупок в процентном соотношении, чем более молодая. Таким образом, это выявило такую гипотезу или инсайт, что мы забыли о людях, о том, что просто молодая аудитория, она более интерактивная. Она больше любит кликать по баннерам, она больше любит кликать по видео, что-нибудь смотреть, что-нибудь делать. Именно поэтому мы, разумеется, получаем диджитальные показатели куда выше. Но это не значит, что более возрастная аудитория хуже запоминает рекламу. Она ее даже, может быть, запоминает лучше и, соответственно, больше покупок совершает. Таким образом, мы можем сделать вывод, получив показатели OFCR, что в дальнейших рекламных кампаниях, возможно, стоит отказаться от расплитовки бюджета и использовать общий бюджет на обе возрастные группы. Либо же, наоборот, даже чуть-чуть увеличить бюджет на более возрастную категорию людей, потому что она в потенциале может принести еще больше прибыли, чем более молодая. Это один из примеров автоматизации, соответственно, аналитики в рекламной кампании. И следующий пример того, чем мы сейчас занялись, это персонализация. Что такое персонализация для нас? Персонализация – это показ релевантного контента для каждого человека. То есть так, например, если на сайт клиента заходит, человек, который увлекается играми, он увидит какой-то контент для геймера. То есть это продажа компьютеров, продажа различных аксессуаров для компьютера и так далее. Если же на сайт придет, скажем, мамочка с детьми, родитель ребенка, скажем так, от 3 до 5 лет, он увидит какие-то товары, соответствующие ему. Если там придет спортсмен, он увидит товары для спорта какие-либо. На данный момент этот проект у нас находится в тесте, в тесте на нескольких клиентах. В прошлом году мы его оттестировали уже на очень крупном нашем клиенте. Это будет в следующем слайде. Что сейчас мы можем делать? Мы можем персонализировать, например, предложение на сайте, то есть главный баннер на главной странице. Мы можем персонализировать какие-то элементы на сайте небольшие. Также мы можем персонализировать целую страницу. В чем плюс этой технологии? Эта технология, она не заменяет игроков, которые были раньше на рынке, то есть которые работали с First Party Data. То есть с данными, которые у вас уже есть на сайте. То есть Retail Rocket и различные другие игроки, которые достаточно хорошо могут делать рекомендации на вашем сайте и так далее. Мы же играем в поле аудитории, которую вы как клиент еще не знаете. То есть к вам приходит человек с органики, вы не знаете этого человека, он у вас не зарегистрирован, он у вас нигде всей рамки не засветился. Но с помощью нашей технологии мы можем уже узнать о нем, о том, что он, например, интересуется товарами для спорта. Таким образом, попадя на сайт, вы ему сможете показать уже тот товар, который ему более интересен, чем если бы он просто попал, и вы бы не знали о том, кто этот человек. Первые тесты мы провели на нашем крупнейшем партнере, на Сбербанке. И, соответственно, до персонализации каждый человек видел какой-то случайный баннер в слайдере. Это мог быть либо случайный баннер, либо баннер специальный, который видели абсолютно все. И неважно, какой человек заходил на сайт, соответственно, он видел один и тот же контент. После внедрения персонализации, например, когда заходит мамочка с ребенком, то мы, соответственно, показываем релевантный продукт страхования семьи. Это позволило увеличить конверсию по клику на баннер на главный сайт в 2 и 3 раза. Просто внедрив такую небольшую персонализацию на главный сайт. Как мы можем делать персонализацию? Для каких клиентов она нужна? Она нужна только для крупных клиентов, у которых достаточно богатый диверсифицированный пул продуктов. Потому что если нам нечего персонализировать, то и не нужно персонализировать. Это во-первых. Во-вторых, персонализация – это не какая-то мана небесная, которая вам даст просто кучу конверсий, кучу продаж, увеличить рост доходности в 100-200% и так далее. Нет. Персонализация позволяет на 2-3-4% увеличить действительно конверсионность вашего сайта. И таким образом, чтобы увидеть, действительно ли персонализация работает в АБ-тестировании, вам необходим также достаточно большой поток аудитории на сайт. То есть вся эта история по персонализации, она больше для крупных игроков играет. И если у вас сайт невысоконагруженный, если у вас на сайте меньше 100 тысяч, например, аудитории, то в целом я бы даже не советовал использовать платные инструменты по персонализации, потому что не факт, что они смогут отработать. Бесплатные, разумеется, можете тестировать, пробовать и с ними работать, посмотреть, как они работают. Какие данные мы используем для персонализации? Мы можем использовать данные об истории посещения сайтов в приложении, то есть какие-то интересы в сети. Мы можем использовать соцдем, мы можем использовать данные с CRM клиента, то есть то же самое first-party data, и также данные о транзакциях, то есть то, в каких категориях совершали покупки люди в реальной жизни. На основе всего этого мы, соответственно, можем предлагать различный контент на сайте рекламодателя. В целом все. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У меня есть вопрос, если вы позволите. Смотрите, вот про API меня заинтересовал, есть больше всего. Там что за содержание было рекламы? То есть это была какая-то имиджевая штука, типа API, круче всех? Или там конкретная скидка на конкретных, на все категории? Ну то есть как бы это все очень логично выглядит, если как бы, у нас распродажа 20%, конечно, придет больше, чем те, кто не едет. Скажем так, это наоборот был достаточно тяжелый сезон для измерения, потому что это начало дачного сезона, когда все люди и так едут мимо магазина Фоби и туда заезжают. И, соответственно, только метод контрольной группы позволил выделить тот… Ну там будут конкретные выгоды. Да, 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 выгоды есть, но в начало дачного сезона у ОВИ каждый год проходит эта распродажа, поэтому это не является чем-то необычным для клиента. То есть стандартно каждый год в начале сезона у ОВИ проходит распродажа, и мы показывали немного персонализированные баннеры в интернете. И вот как раз просто баннеры в интернете смогли на 21% увеличить покупки. Еще вопросы. Мы брали целевую аудиторию, то есть ту, на которую мы должны были таргетироваться. И с помощью специального алгоритма, который определяет не просто случайных людей, а случайных людей, максимально похожих на тех, которым мы показывали уже рекламу, для того чтобы статистическая выборка была максимально точной. И таким образом примерно 10-15% аудитории отсеивалось и запоминалось, как люди, которым не показывалась специально наша реклама. Разумеется, на них действовала любая другая реклама. То есть это ТВ, радио, там все остальные каналы, но именно медика в интернете, они ее не видели. Ну, все, тогда спасибо большое. Если бы у вас были вопросы. Следующий спикер у нас Андрей Сычев. Он расскажет про автоматизацию исследований. То есть от компании мы теперь пришли после реабилитации. Спасибо. Здравствуйте. Я только что услышал слово «систетическая выборка», и как раз сейчас мой доклад рассвещен, как обходиться без нее. И при этом проводить качественно хорошие институты исследований. У нас есть как без людей все, да. Вот, вера. Соответственно, меня зовут Андрей Сычев. Я представляю компанию «Тикурон Ресердж». Мы занимаемся онлайн-исследованием. Наш конек – это технологические исследования и автоматизация маркетинговых исследований. То есть делать «Систерожную вещь» более дружелюбным к пользователю, более понятным и доступным по цене. И в том числе мы занимаемся наш продукт, это онлайн-платформа «Фастум» для осознательного проведения исследований. Так, мне бы клик. Есть? Ну, прежде чем это идет непосредственно к автоматизации, и зачем он вообще маркетинг-исследований, пару просто больших трендов, которые происходят на рынке маркетинга. Прежде всего, за последние лет пять, те идеи, которые создаются внутри компании, их стало в разы, в десятки раз больше. Я имею в виду идеи различных коммуникаций, креатив, рекламу и так далее. То есть это реальные цифры, из которых мы в среднем взяли по различным принтам. То есть за пять лет в десять раз больше стало. При этом сроки принятия решения, выходят или не выходят, которые новые новые креативы и коммуникации предприятия, сейчас уже не недели, исчисляясь, как это было раньше, а счет идет на дни и часы. При этом я еще помню такую историю, совсем уфлайдивали 10 лет назад, когда компания занималась производством какого-нибудь ролика, для детей, небольшая компания, тратила на это по три-по шесть месяцев десятки миллионов рублей, и на тот момент, в принципе, потратил пятьсот тысяч рублей на то, чтобы протестировать какой-то предварительный чумовый вариант, и было окей. Сейчас вообще не окей, потому что себестоимость креатива, она фактически стала ниже, чем сами классические исследования. Мы сами делали роль, и наша платформа, он нам обошел за тридцать тысяч рублей, ну какие там исследования, за сто тысяч, например. Вот, собственно говоря, объем огромный стал, и скорость предъявления решения стала важна к чрезвычайнику. Ну, следующее, я еще не слышал здесь про agile, как правило, на всех конференциях возникает тема. Собственно, сама концепция agile подразумевает получение обратной связи потребителя, практически, ну, на самых важных шагах развития создания продукта. Что такое agile, я его лично превоспринимаю так, что это строительство самолета на ходу. Мы также работаем с таким, да, строительство самолета на ходу, и то, насколько самолет хорошо верши в воздухе, будет зависеть в частности от того, насколько быстро мы сможем получить обратную связь от потребителя. и все ли у нас окей. Понятно, да? То есть, вот такой тоже тренд большой, agile команда работает, как, собственно говоря, в малом бизнесе, так и в большом клубе различных типов бизнесов. Ну, еще один тренд, тренд, вот наш клиент Сбербланк тоже, тренд это появление большого количества пользователей маркетинговых исследований внутри компании. То есть, в маркетинге исследований люди, которые заинтересованы в принятии быстрых решений на основе мнения потребителей. И сейчас, собственно говоря, если вот Сбербанк и такие команды продуктов 800, более чем 800 штук, и каждый из них прям нуждается, действительно, в мнении потребителей, это невозможно протащить сквозь узкое горло, горлышко, как в маркетинге, отделом маркетинговых исследований внутри компании, или по классической технологии. Вот, соответственно, что, если совершенно точно есть проблема потребности принятия решений на основании мнения потребителей, то есть, на взвешенных решениях. Но при этом есть проблема, есть проблема, которая из трех букв состоит из всех для ESD, то есть, долго сложен и дорого, собственно говоря. Ну, для малого бизнеса уже достаточно дорого. Слово дорого, чтобы просто не пользоваться маркетинговым исследованием, вот если говорить про бизнес большой, то там основная, конечно, проблема со скоростью. Потому что современные методы, несовременные, то есть, логические методы маркетинговые исследования не позволяют получать быстро среднюю скорость в две недели и ценят 300 тысяч рублей за среднюю. Соответственно, что по факту получается практически менее 10% решений, которые нужно бы, по идее, тоже было протестировать на уровнях, узнать их мнение, принять их внимание, они, на самом деле, только 10% из них действительно базируются на мнении потребителей. Цифра достаточно низкая. Почему она низкая? Потому что, собственно говоря, мы как исследовали сами догонимый тормозимый процесс, и нужно уже догонять, потому что потребуется такая, есть так же возможность в принципе это сделать. Прежде чем ответить на этот вопрос, как это можно сделать, небольшой экскурс в эволюцию маркетинговых исследований, в одну из ветку, я для себя очень понимаю, что одна ветка связана как раз с Big Data, потому что, ребята, я говорю, да, это коллега, с анализом больших данных, а есть другая ветка, она связана с онлайн-опросами и населением, соответственно, первый здесь большой шаг был сделан в начале 2000-х годов, когда появились онлайн-неследия, действительно, очень сильно сократило время и стоило, что тогда не было очень, был на том этапе маркетинговых исследований, но по-прежнему сроки там большие были, это, я здесь принимаю, собственно говоря, обращение к агентствам, исследований, которые, собственно говоря, для вас создали эти маркетинговые исследования. У меня самого был большой опыт, когда на несколько лет в автомобильном рынке просто пересадили бесконечных опросов с тетушками, среднего возраста, на онлайн-следние, да, я не стал получать оперативную реально информацию о своих владельцах, в том числе, достаточно рягостующих автомобилей. Соответственно, следующим этапом, следующим этапом здесь в развитии, вторым шагом было создание объявления DIY-рисыщей, то есть делай сам, следующее, которое можно сделать самостоятельно, самостоятельно. И, как правило, криптовалюты, криптовалюты, конструкторы, например, всем хорошо известные SurveyMonkey или даже Google Forms, который везде используется, даже регистрация, конференция, также это Яндекс, взгляд и еще несколько инструментов, которые популярны в России. Соответственно, DIY. Следующий шаг это UI, мы его так назвали, UI-рисыщей, соответственно, в первом случае это сделай сам, во втором случае это пользуйся сам. Это готовые решения стандартных маркетинговых задач. Сейчас расскажу, чем же они отличаются. В отличаются они, собственно говоря, тем, что в первом случае мы имеем в виду конструктор, то есть конструктор выборки, конструктор анкет, в втором случае мы имеем кнопку волшебную джук. По факту нажал, имея задачу, приобрелся с ней, выбрал подходящее решение, нажал эту кнопку и получил результат. В принципе, вообще возможно такое? Да, это возможно. Возможно это, конечно же, за счет автоматизации. Автоматизация позволяет убрать человеческий факт. Человек нам, конечно, нужен, но он нужен на начальном этапе, когда мы разрабатываем продукт. То есть автоматизация все прекрасно понимают, что меньше человека, меньше денег, меньше ошибок. И следует очень важно. И для нас немаловажный тоже фактор это ниже древних пользователей. То есть соответственно любой человек, который даже не имеет экспертизу маркетинговых следований, и не знает, вообще не хочет знать самое главное статистической выборки, вероятность всевозможных годах, выборках, смещениях, барисов и прочее, он не должен это знать с нашей точки зрения. То есть автоматизация здесь помогает перейти от конструкторов готового решения. И на сегодняшний момент какие задачи автоматизируем? Я хочу подчеркнуть про сегодняшний момент, потому что в дальнейшем наверное будет как раз искусственный интеллект работать, о котором говорили коллеги, более широкий экспертов. Но на сегодняшний момент по автоматизации прекрасно поддаются простые решения, сделанные по простой методологии с очень простыми анкетами и типовые. Очень важная история. Задача для того, чтобы быть автоматизированной, она должна регулярно повторяться. Не имеет смысл автоматизировать то, что у вас раз в три года происходит. Вы вышки сделаете самостоятельно и обратитесь к специалистам. Задача еще должна быть понятной для оконечного пользователя, который опять же может не иметь экспертизы. Я имею ввиду не стоит такое решение провести сегментацию с использованием классового и фактового анализа. Как правило, мы не говорим о простых задачах. Например, выбрать из один из трех вариантов дизайна упаковки кефира условно или баннер, который подводит на сайте. И на самом деле плохо или хорошо, что автоматизации сейчас можно подвергнуть только простые. То есть для автоматизации походу только простые решения. На самом деле не так плохо даже хорошо, потому что на рынке исследований тоже есть определенный тренд, то есть или даже есть название «weekend does it». То есть имеется ввиду ситуация, когда вместо одного грома большого исследования, который очень долго длится, сделает множество более мелких, более сфокусированных исследований, которые направлены на решение конкретной задачи. Так же, как, например, упаковку, какой цвет крышки выбрать у нашего продукта. соответственно, поэтому это действительно большая экономия времени, это и очень действительно соответствует историю с agile, но об этом написал Мартин Наймайер в 2003 году, специалист по брейдингу и писатель. Собственно говоря, мы с ним согласны. Простые решения это хорошо. Собственно говоря, мы создали для рынка такую онлайн платформу, где все уже готово. Каждый из вот этих вот, собственно говоря, плашечек это готовое решение. В основном сейчас, на следующий момент, это претесты. Претесты рекламы, претесты продуктовых идей. Вам, для того, чтобы, например, протестировать видеоролик, достаточно нажать старт, загрузить этот ролик, выбрать конструктором вашу целевую аудиторию, в каких городах проживают люди, как у них полу возрасте и, собственно говоря, и все. И результаты у вас будут доступны через 24 часа. Где-то в среднем минут 15 это занимает от 5 до 15 минут настройка решения, причем большую часть времени загрузки материалов в компьютере. И затем через 24 часа результаты. То есть по факту мы можем получить результаты в этот же день или на следующий день. При этом без, собственно говоря, без компромисса по качеству, потому что внутри уже все заложено со стороны страшные вещи. То есть выбор, плоды и так далее. Вот это все вращается собственно те люди, которые тестируют, это наша онлайн-панель. Мы как один из основных провайдеров онлайн-панелей в России. У нас таких 750 тысяч человек в России, которые готовы с радостью оценить ваших всевозможных влиятельных идеях. И когда работают такие вещи, когда они очень нужны, будем называть use-it-yourself и платформа фастунок, как пример. Для обдуманья, для мозговых штурмов, сейчас покажу пример, для очень срочных вещей. Соответственно, если речь очень срочная, то это не всегда возможно конструктором, даже ручками решить, даже если у вас есть экспертиза, все равно там множество операций всевозможных происходит. Для встречи руководства очень много компаний, которые до сих пор не имели доступа к маркетингу исследования, все больше озадачиваются тем, что им нужно посмотреть решение перед руководителем, что мы запускаем и почему кто это выбрал. И вот как раз пример. Я начну с большой компанией, а потом перейду к маленькому. То есть эти решения чем хороши собственно они нужны все, как большиня как маленькая. Вот компания исслед и собственно говоря у них такая из лаборатории по разработке новых продуктов прямо в компании. И они часто проводят двудневные воркшоты. В первый день воркшоп собственно говоря различные представители различных отделов компании собираются начинать генерить идеи новых делаем кубики или что-нибудь еще в этом вроде паркет деседов внутри. Соответственно генерация возможных идей тут же у них сидит художник и лисератор скраббинг по-моему скраббинг это называется и на выходе собственно говоря эти идеи попадают к нам в данном случае попали к нам в конце первого дня было 22 таких идей и наша задача была с утра собственно говоря каким-то образом отбросить самые неудачные идеи и хорошо продиагностировать с удачной для того чтобы они могли вообще не дальше проработать соответственно в чем была история 22 нам концепции новых продуктов в виде картины и текста мы из этих 22 сначала просто преиспользовали решение рейтед в котором у нас люди экспоненты просто аранжируют идеи какая из этих из 20 вам понравилась они говорят вот эта а какая из там оставшаяся такая и так далее сначала набросили самые плохие то что называется дизастер чек а потом самые лучшие из них 10 штук мы отдельно продиагностировали на решение продакт-дизайн и нам будет подробно сказать что им нравится что им нравится это количество и не кажется на концерт потому что там есть количество наказателей и работает это все на выборках от 50 до 400 людей на картинках то есть мы используем в данном случае по 200 людей инвестируем каждый из этих вариантов удачной концепции соответственно основная фишка в общем заключалась в том что мы по сути в 7 вечера в конце рабочих дня как вылили новый клиент получили вот эти концепции а результаты они получили в 8 утра как-то у них начался второй день тренинг все уже было готово и во второй день они собственно говоря уже эти идеи обрабатывали допиливали для того чтобы просто запустить их реально в жизнь вот следующий есть ну это скорее то как мы работаем с компанией Сбербанк мы работаем с различными подразделениями компаний Сбербанк которые очень нуждаются в очень быстрых решениях наших это и как маркетинг так и бизнес продвижение и мельчин основная история то что мы на самом деле с ней сняли огромную полную боль вот эти 800 команд которые до нас они фактически все очень успевало удовлетворить потребности в исследованиях и по факту они это делали там по разному на коленках и так далее то есть соответственно в кредитингхозе это получалось мне все еще это конечно не нравилось нужно было какое-то специальное решение при этом чтобы достаточно быстро и без компромиссов по качеству собственно говоря мы этот гол удовлетворили теперь сам исследующий отдел компаний может заниматься более такими стратегическими сложными вещами любой пользователь любой из этих продуктов из команды может спустить исследование но собственно говоря там просто модерирует если еще один смотрит все ли окей в рамках бюджета и так далее нажимает кнопку все чтобы не было такого как сказать смещения в сторону большого бизнеса вот кейс буквально свежий из малого бизнеса мы проводим проводим занятия в различных школах по рейдингу и рекламе и вот на одном из занятиях в рамках программы в рамках программы по рейдингу мы разобрали кейсы на участников я просто попросил ребят привести какие-то кейсы которые сейчас актуальны которые нужно протестировать на людях вот один из участников принес три дизайна упаковки жидкого и мыла все очень просто решение ему нужно было принять о том с каким из этих дизайнов выходить на рынок соответственно никогда в жизни не видел никакие материальные исследования и занимался потому что недоступно вообще не представляешь что это было возможно я посадил с компьютера попросил снова запустить исследование и в чем была еще фишка мы запустили в начале что занятие длилось полтора часа в конце занятия результаты были готовы он мог уже их смотреть и соответственно тут получил простой практичный инсайт у нас было три упаковки жидкого мыла две такие были фибульные со всякими цветами розовые а третья была достаточно простая такая не на вас пестили простая белая и соответственно этот потребитель не понравился они не поняли к какой категории это относится очень многие посчитают что обращают средства для моющей химической мощи средств как минимум человек отказался от одной из двух идей две остальные были оценены одинаково пожалуйста запускай то которое тебе больше нравится и собственно говоря ну вот то что я уже примерно не говорил этот отзыв этого человек все четко и ясно для нас это бальзам потому что там действительно не стремились и он говорит о том что если бы у него раньше была такая возможность может быть он не сделал с тех ошибок по выпуску продуктов и сервисов в своем небольшом бизнесе собственно говоря если кому интересно сейчас все телефоны поддерживают возможность отсканировать QR-код на видеокамеру можете увидеть собственно посылки отчет посмотреть как реально выглядит отчет это тоже важно потому что отчет в таких вот решениях UiY он должен быть очень практичным ты не должен получать какие-то таблички массовых цифр ты должен конкретно ты должен сделать вот это выбирай вот эту упаковку но здесь тоже пришлось покрапаться но в принципе довольно достаточно показательный кому интересно сохранить ссылку посмотрите вот ну и собственно говоря если вам интересно присоединяйся в нашу группу на фейсбук мы там очень часто выкладываем кейсы мы очень любопытные люди в реакторении тестируем возможные креативы сейчас нас интересует тема коррупционных реактив насколько вообще можно предвидеть заранее стоит ли там какой-то реактив пропускать или все стоит подымать вот это все что я хотел сказать спасибо вопрос простой вот эти люди которые заполняют все эти анкеты так быстро и дешево но это все-таки наверное специфическая какая-то кокорда людей потому что далеко не все готовы то есть нет ли вот смазывание этих исследований за счет того что сама выборка странная подозревая там есть история с частотой там да есть история с частотой как об этом говорили коллеги просто молодежь она бывает чаще поскольку у нас выборка квотная мы собственно нет 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 я не о том это понятно да но что человека мотивирует заполнить эту анкету а смотрите что мотивирует мы прежде всего это кстати наш основной бизнес мы как панель это наша основная бизнес компания сейчас в принципе появляется наша задача рекрутировать нами пользуются 80% агентств но основной мотиватор который для нас для людей мы за что цепляем не деньги деньги тоже даем а желание поучаствовать в чем-то выследить чтобы их мнения были услышаны кстати между прочим очень много социологи говорят что это один из самых больших запросов сейчас в России быть услышным потому что не страшно особенно не такие какие-то шансы инструменты хотя бы мы и даем так скажем вот это целая система и поскольку это все диджитал мы достаточно оперативно можем сидеть за качеством мы можем удалять их людей которые не нравятся как заполняют хермы слишком быстро еще дублируют такие и так далее такой живой организм которым люди как приходят то есть сейчас 30% за год приходят но в 30% приходят премиальные машины реально тестировать вам нравится дизайн ламборджини нет смотрите я все время начинал когда я говорю про онлайн панели как мамочка задача была просто действительно надоело полуметро собирать потребителей джекута опрашивать несуществующих взяли просто среди огромного панели выловить людей идентифицировали их это несложно я просто ставить права быстро и фамилии и так далее идентифицировать этих людей и дальше регулярно обращаясь вот ответил ну так более-менее какие-то вопросы еще то есть ответили но не сказать что на сто процентов убедили какие-то еще вопросы ну все тогда расходимся на перерыв через полчаса будет встреча по менеджменту как работает с теми кто должен заниматься автоматизацией маркетинга поднимать ее настраивать эту команду использовать сервисы на благо своей компании и многим другим составляющим и первое слово мы предоставляем Дмитрию Белоусу агентства маркетинговых целевого маркетинга компания июль спасибо так сейчас вставну так чтобы не фонить да мы агентство целевого маркетинга июль немножко о нас и в контексте нашей работы я постараюсь донести основную сегодняшнюю те мысли которые значит я хочу донести до вас в рамках сегодняшнего тезиса это подводные камни автоматизации системы взаимодействия с клиентами вот ну давайте начнем собственно мы как агентство работаем с 2009 года уже успели с многими компаниями поработать на этом рынке самое важное в этом слайде в этой могиле брендов это то что в принципе мы успели поработать с разными отраслями начиная от финансового сектора заканчивая розницей и все это время мы следовали одной нашей миссии в общем с конца 2009 года мы занимаемся продвижением целевого маркетинга что можно очевидно из названия нашей компании ну по целевым маркетингом мы понимаем некое такое управление продажами через постановку задач через понимание бизнеса через ту систему датчиков которые вы можете в бизнесе разместить снимать показатели и на этом дальше каким-то образом развиваться вот значит ну прежде чем в общем переходить ко всей этой истории хотелось бы вспомнить о том как у нас в стороне развивается целевой маркетинг и вся эта идея персонального взаимодействия с клиентами ну вот где-то до 2005 года приблизительно ну это такая весьма себе условная градация скорее больше мои ощущения значит до 2005 года ну вся идея целевого взаимодействия с клиентами персонального взаимодействия с клиентами она собственно была реализована на западе мы смотрели благополучно на запад и с 2005 года идея персонализации взаимодействия с клиентом попытки значит каким-то образом собирать данные о клиентах на этих данных ставить какие-то гипотезы и так далее под этим флагом начали запускаться первая программа лояльности собственно почему да потому что для того чтобы у вас работала история связанная с целевым маркетингом вообще с чем-либо вам нужно уметь считать вам надо научиться считать клиентов и в углов угла встала идентификация то есть обыкновенное действие предъявить что-то идентификация покупки то есть обыкновенное действие предъявить что-то в момент покупки клиентам для того чтобы мы могли и дальше его в рамках некого профиля покупателя анализировать. Собственно, а программа лояльности – это некий такой маркетинговый фантик, который подавался для того, чтобы заставить сделать вот это элементарное действие. Тогда еще были просто пластиковые карточки, засунуть руку в карман или в кошелек и достать эту пластиковую карту. Поэтому для того, чтобы, собственно, это действие произошло, нужна мотивация. Мотивация любому покупателю, и, собственно, мы, будучи покупателем, это прекрасно понимаем. Но поскольку это все было только в зачатке, в начале, в конце десяток, точнее, нулевых, то подобную систему могли себе позволить исключительно крупные федеральные сети. И мы все это помним. Перекресток тогда запускает программу лояльности. Малин появилась, в которую входили несколько крупных компаний. Маленькие региональные сети, средний-средний минус компаний, они не очень-то себе это могли позволить. Но в силу того, что автоматизация процессов и автоматизация маркетинга была довольно дорогая штука. Вот. Где-то с 2015 года и по сегодняшний день в федеральной сети уже все крупные, весь крупный бизнес запустили у себя лояльность и уже начинают потихонечку работать с данными. Кто там с различным успехом, но тем не менее переходит к той самой идеологии целевого маркетинга. В то время как средняя розница только подступается. И вот в период, вот с 2015 года развивались внутренние IT-системы, которые сейчас для небольших компаний, собственно, позволяют автоматизацию проводить. Ну, мы во всем этом деле, наша компания, она находится и в части реализации запуска программы лояльности, потому что мы просто чисто, ну, естественным образом мы были задействованы в этих задачах. Задачи довольно длинные, поэтому, чтобы запустить программу, там, это не три минуты. И сейчас мы так или иначе участвуем там с разными компаниями в задачах по реализации целевых акций и целевого маркетинга. Собственно, на наших проектах и возникают очень непростые IT-архитектуры. И вот я тут выписал только там, не знаю, несколько слов, которые просто приходится использовать в терминологии, то есть начиная там от бонусных систем и пластиковых карт, заканчивая виртуальными картами, ботами в последнее время, финансовыми сервисами, которые организовываются для участников программ и, в принципе, в рамках цифровизации взаимодействия с клиентами. Собственно, вот в рамках вот этих всех задач и возникла идея рассказать о тех проблемах компаний, с которыми нам приходилось в последнее время, несмотря на то, что уже, в принципе, кажется, рынок уже развит и опыт по запуску программ накоплен большой, но, тем не менее, можно сказать, из года в год нам приходится сталкиваться с одними и теми же вопросами. Обращается компания, говорит, вы знаете, ну, мы уже там, например, купили внутрь систему и надо что-то с ней делать. Почему так происходит? Почему это, собственно, является проблемой? Проблема заключается в том, что айфон родился раньше того, чтобы придумать, зачем он нужен. То есть компания понимает, что ей нужна лояльность, причина этому, там, может быть, какая угодно, но факт остается фактом. Самый первый очевидный шаг – это понять, что нужно автоматизировать процессы. Дальше все делается очень просто, и это, поверьте, действительно так. Может быть, кто-то это просто на своей шкуре испытал. Как правило, руководитель компании или владелец приходит и говорит исполнителю, как правило, директору по маркетингу или, например, маркетологу, говорит, слушай, давай, запускай лояльность, ищи систему, мы ее сейчас синтегрируем, дальше все запустим. И тебе еще на это три месяца. Вот, честно сказать, в опыте компании даже были случаи, когда была проинтегрирована система, и компания поняла, что она не подходит. То есть были вложены деньги в покупку, а реализация осталась где-то позади. Возникли издержки по смене системы и так далее. И все это произошло, потому что не было этапа номер ноль, а этап номер ноль – это, по сути, постановка задачи. Что бы нужно было сделать? Нужно было сделать элементарную на самом деле вещь, и это процентов 80 успеха, это сформировать бизнес-концепцию того, что нужно. На самом деле очевидно, и многие все прекрасно знают, что прежде чем изготовить что-то, нужно сделать некое архитектурное изыскание. Вот, по сути, сделать некую архитектуру бизнес-модели – это оценить, какие механики вам нужны, какие коммуникации вы планируете, через какие каналы вы это будете делать, в каких объемах и так далее, и тому подобное. Это нужно только для того, чтобы очертивить контур функциональных требований к той системе, которая будет автоматизировать процессы. Получив вот этот вот просто верхнеуровневый документ, понять, что нужно, можно уже как минимум выбрать ту систему, которая там, ну процентов на 50, на мой такой взгляд, будет соответствовать, потому что если это делать вообще вслепую, можно оказаться в ситуации, когда как только бизнес скажет, ну нужно сделать раз, два, три, выяснится, что система это делать совершенно не умеет. Вот, и как только эти функциональные требования у вас появляются, вы на самом деле стоите только на самой нижней ступенечке, той лестнице, которой надо вскарабкаться. Лестница автоматизации процесса, лестница движения к целевой задаче, ну по сути бизнесовой задаче, целевым образом работать с вашей бизнес-аудиторией. Вот. В чем, собственно, сам подводный камень того, что даже если вот не двигаться той идеей, что у вас есть концепция, а наоборот пойти, как многие делают, от технологии к идее бизнеса, в чем сложность? Сложность в том, что после того, как вы заключили договор с IT-компанией и она приступила к автоматизации, каждый следующий шаг превращает эту задачу в необратимую. То есть чем сильнее вы углубились в те процессы, которые вы с компанией проработали, тем сильнее компания проникает в вашу IT-архитектуру, и она становится по сути монополистом. Ну хороший пример – это, например, кассовую систему. Кассовую систему крайне тяжело поменять. Элементарная вещь, если что-то не устраивает, а у вас еще сетка 80 магазинов, и в каждом магазине по 5, допустим, кассовых терминалов, даже если кассовая система по какой-то причине вам ну очень сильно мешает жизни, и в такие тоже случаи бывает, смена кассовой системы – это просто ужас. А смена системы автоматизации, по сути, процессов, которые должны приносить деньги, а лояльность, она на самом деле на это и направлена. То есть в итоге вы будете привлекать и работать с клиентами для того, чтобы тебе больше платили, то здесь возникает вообще полная монополия, и компании, которые занимаются автоматизацией, они это прекрасно понимают. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными, чтобы не уйти слишком далеко. Вот, значит, собственно, это была история про концепцию, про то, чтобы запуститься, запуститься и сделать некий продукт, с которым потом можно было бы работать. Ну, это, как говорится, полбеды, потому что вторая беда, она возникает, она абсолютно как бы так где-то находится незаметненько и ждет вас, когда вы уже все сделаете и запуститесь. Я тут некоторые реплики просто, что вспомнил, то и написал из диалогов с технологическими компаниями уже после того, как система запущена, и лояльность работает, и люди уже карточки получили, и уже даже, в общем, кажется, что светлое будущее вот-вот настанет. Все очень просто. Любая IT-система ограничена. Ограничена наработками, ограничена, ну, собственно, имеется и собственное ограничение. А бизнес и маркетинг своей идеологии идет на два шага вперед. Ну, если маркетинг вообще креативный, то, может быть, даже и на три. Вот. И в тот момент, когда нужно будет решить задачу, казалось бы, для маркетинга вполне себе очевидно элементарную, выяснится, что она просто неприменима на той технологии, которую вы только что себе поставили, потратили там год на то, чтобы ее запустить. И здесь вот таким ярким примером были, вот недавно буквально совсем, вот я как раз здесь и написал, что компания решила подключить к системе мобильное приложение. Все прекрасно. Чего, казалось бы, ну, все очень просто. Люди заходят, допустим, там будет какая-нибудь виртуальная карта, ее можно применить, и что-нибудь в это мобильное приложение, система автоматизации, хотелось бы транслировать для участника программы. Чего очевиднее? Все очень просто. Нет, система, ну, как бы, API, да, некий такой канал, информационный канал, по которому вы можете подключить мобильное приложение, не поддерживается разработчиком. Ну, мы им пользуемся, но для сторонних разработок, типа стороннее мобильное приложение, нельзя. Хотите сделать мобильное приложение, не вопрос, покупайте у нас. И вы, возвращаемся к вопросу монополия, вы находитесь в ситуации, когда вы вынуждены покупать, например, как у Apple, все через компанию. Плохо, хорошо решать уж точно не вне, но, тем не менее, такие фокусы бывают. Или вы придумали себе акцию, которая, ну, прям должна повлиять на вашу аудиторию. Вот вы ее вычленили, посмотрели, увидели, даже поняли, как это сделать. Приходите на реализацию, а вам говорят, вот такую акцию запустить не можете. Ну, либо давайте мы сейчас ее полгода будем разрабатывать технологии, после этого будете запускать. Но актуальность потерялась. Акция в этом вопросе довольно скоростная вещь. То есть, возвращаясь, как бы, к концепции. Концепция, она должна быть стратегического уровня. Вы должны понимать не только, что вам нужно в моменте, например, на ближайший год. Вы должны четко понимать, хотя бы приблизительно понимать, как вы будете развиваться. И с этим вы должны приходить уже к той компании, с которой вы будете в дальнейшем работать. Здесь я разделил, значит, скажем так, три вида компаний технологических по принципам взаимодействия с ними. Для того, чтобы можно было бы в принципе реализовать идеологию автоматизации взаимодействия с клиентом. Ну, первый и очевидный вариант. Вы можете нанять к себе кучу специалистов, и они прекрасно будут на вас работать. Плюсов, минусов, масса. Плюсы – это то, что у вас будет система абсолютно сделана под вас, это очевидно. Минус очевидный тоже. Эта система будет 100% отставать от рынка, потому что, ну, как минимум, будет временной люфт между тем, что есть на рынке, и то, что будут ваши разработчики делать. Вы же не будете как бизнес инвестировать только в эти продукты. Это у вас побочная затратная часть, поэтому инвестиции будут слабые. Соответственно, такие решения существуют, их можно делать, но какой будет эффект для бизнеса, здесь, конечно, вопрос открытый. Но, тем не менее, вполне себе возможно, и по большому счету в этом сценарии работы с компанией, которая автоматизирует процесс, наверное, не имеет смысла больше говорить. Второй вариант. Второй вариант – это решения готовые. Здесь, безусловно, вы, ну, у вас есть возможность получить опыт компании, который вот как минимум с пятого года был накоплен. В чем плюсы, в чем минусы? Ну, безусловно, это функциональность. Вы будете впереди планеты всей, потому что системы действительно крутые и наработаны. Минусы – это будет не очень дешево. И все то, что вытекало из предыдущего, там, моего доклада, это нужно очень четко понимать, как вы с этой компанией будете работать на моменте запуска и точно так же на моменте промышленной эксплуатации. Почему? Ну, давайте поговорим о, как бы, тарификации этих ребят. Вот, значит, как правило, проект, естественно, делится на две большие части. Первый – это, ну, проект, собственно, да, когда вы запускаете некий корр, ядро системы, который, в принципе, у этих ребят масштабируется. И его просто, ну, они берут, его шлепают везде. А дальше они на эту систему наращивают ту функциональность, которая вам нужна. И здесь ценник будет так. Значит, вот у вас основная часть работы будет стоить какое-то количество денег, а вот все, что вы будете дополнять, это будут называться доработки, и вы будете платить здесь по нормам часам программистам, причем, повторяюсь, из-за некой монополии, это в зависимости от того, как вы договоритесь. Норма час может быть как рыночным, так и не очень. Вот. То есть вы таким образом можете сформировать некий такой целевой продукт для запуска, для того, чтобы у вас просто работала система. А дальше у вас начинается вторая часть этого балета. Заключается она в том, что вам надо договориться о росте объемов, потому что, ну, как минимум, это же хостинг, это же надо где-то держать на каких-то мощностях. Бизнес растет, система растет, данные растут геометрическим образом. То есть дальше идет объяснение тому, что цена за услугу обработки ваших данных должна быть как минимум пропорциональна размеру вашему бизнесу. И тут уже ценообразование скачет. От того, что вы будете платить по-транзакционно, чем больше транзакций проходит через вашу систему, тем больше у вас будет соответствующий, не знаю, месячный платеж, до того, сколько у вас магазинов или кассовых систем. И в зависимости от этого вы будете, значит, таким образом тарифицироваться этой компанией. Самый интересный случай на моей практике был так называемый customer touch. Вот это привет 2005 году. Это тогда компания техносила первое внедрение SAP. Так вот, они себя тарифицировали именно так называемым customer touch. То есть когда любое касание, цифровое касание клиента, не обязательно это покупка, ну, прям вот совсем любое, тарифицировалось. И там, насколько мне известно, ценник был просто аэрокосмический после того, как, значит, первые месяцы компания отработала. Вот. Но, слава богу, мы уже подходим к 2020 году, и ситуация на рынке крайне изменилась. То есть стоимость ежемесячного обслуживания таких систем, конечно, гораздо ниже. Но, тем не менее, надо быть готовым к тому, что нужно обсуждать коммерческие условия роста обслуживания системы с этой компанией, которая будет, собственно, у вас техническую реализацию обеспечивать. Вот. Ну, надо понимать, что таким образом, все-таки от некого стандартного продукта к кастомизированному вы придете так или иначе, и свою целевую задачу автоматизации можете выполнить. И последний, вот такой прям яркий пример, который сейчас существует на рынке, это компании, которые предлагают автоматизацию по подписке. Очень классное решение для бизнеса, который, проделав свою бизнесовую работу, оценив, что, ну, скажем так, механика, то есть та механика, которую они хотят автоматизировать и реализовать, ну, не требует каких-то очень серьезной кастомизации. Кастомизация. Решение прекрасно, потому что стоимость проектной работы и интеграции там в Core нулевая, потому что система едина для всех пользователей. Стоимость самой системы, ну, она тоже так или иначе масштабируется, но в силу того, что это подписка, то у вас, соответственно, она не такая высокая стоимость, как вот в предыдущем, например, случае. Но минус будет только один, минус будет функциональность. Она как бы и плюс, и минус. Она плюс для тех, кому функциональность не вываливается за рамки возможностей этих систем, а минус для тех, у кого все-таки идеи, и они хотят идти впереди планеты всех, то это да. Потому что эти системы, они развиваются, естественно, по запросу. То есть они берут всех своих клиентов, собирают с них запрос, что им нужно рынку, понимают, что это действительно рыночная какая-то доработка, и только в этом случае они ее реализуют. Если в вашем случае нужно сделать что-то прям для вас, либо это прям нет и прям нет-нет-нет, либо это будет очень долгий переговорный процесс с обещанием поставить в план, и, собственно, весьма себе слабые перспективы реализации. Но, тем не менее, сэкономить на финансах при автоматизации процесса взаимодействия с клиентами вполне себе получится. Вот. Собственно, пожалуй, основные идеи даже не столько подводных камней, сколько их обхода я назвал. Если кратко резюмировать, повторюсь, главное начать, собственно, с главного, с проектирования системы, с ее описания, с понимания того, что все-таки нужно. Потому что в дальнейшем это действительно может помочь серьезно обойти, ну, как минимум, финансовые подводные камни, которые очень сильно бьют по кошельку компании. А во всем остальном здесь, конечно, нужно опираться на опыт людей, которые запускали, и тем самым они, собственно, помогут вам обходить подводные камни реализации. Ну, все, спасибо. Так, если вопросы есть, я с удовольствием отвечу. Пока нету организаторов. Да, мы с компанией, формируя функциональные требования, помогаем проводить выбор. Ну, то есть выбор остается за компанией, но подготовка к тендеру и выбор систем может быть с нами. Если нужно помочь с неким таким соответствием систем, критерием тендера, здесь мы тоже можем быть полезны. Так что, в принципе, задача решается со стороны, ну, задача выбора технологического подрядчика, мы помогаем решать. Хотя в опыте были ситуации, когда, собственно, нас просто перед фактом ставили, говорили, вот технологический подрядчик, пожалуйста, работайте. Все, спасибо. И передаем слово Евгении Шовковой, директору по работе с клиентами компании К50. К50 сегодня не первый раз, мы их очень любим. И доклад будет как раз про взаимодействие заказчика с исполнителем при автоматизации онлайн-маркетинга. Да, всем добрый день. Я хочу сделать сразу небольшую ремарку. Сегодня очень широкая тема и говорят многое про целевой маркетинг в целом. Я буду говорить о диджитал-маркетинге, об онлайн и, в частности, о контекстной рекламе. То есть, возможно, те тезисы, которые я озвучу, они в классическом маркетинге оффлайн как-то по-другому будут звучать. То есть, я говорю о контексте, решила оговориться сразу. Сначала я хочу немного рассказать о себе. Я начинала свою карьеру, как, наверное, многие специалисты в диджитале, с рекламного агентства. В рекламном агентстве моим лучшим другом был Excel. И что мы делали? Соответственно, запускали очень много рекламных компаний, собирали их в Excel и загружали в рекламные аккаунты Яндекс.Директ, Google Ads. Раньше он еще был Google AdWords. Тематики клиентов и проектов, которые мы вели, достаточно разнообразные были. И, соответственно, часто я очень отвечала на вопросы клиентов, где звонки и продажи. Затем я перешла на сторону крупного проекта, крупного бренда и занималась там контекстной рекламой. И это дало мне возможность посмотреть на контекст немного с другой стороны, с точки зрения бренда, так скажем, заказчика. И какие вопросы меня волновали в этот период моей работы больше всего. Как ни странно, это написание бренда. Если мы говорим про тексты и объявления, то моему бренду, я знаю, что многим брендам из премиума тоже важно было, как написан бренд, и этому посвящалось много часов проверки, автоматической и ручной в том числе. Главным вопросом для нас было, достаточно ли премиально все, что мы сделали и написали. И как запустить рекламные кампании на сеть Яндекса или Гугла и при этом не нарушить бренд сэмфити. Слава богу, с тех пор многое изменилось, и, соответственно, многие рутинные задачи с моего первого слайда можно уже переложить с человека на робота. Сейчас их, в принципе, три. Можно поделить на создание рекламы. Это автоматическая генерация объявлений с помощью фидов. Это управление рекламой, автоматизация, соответственно, теми кампаниями, которые вы сгенерите в первой задаче, плюс управление ставками в зависимости от эффективности. И отчетности аналитика. Я хочу рассказать, как каждую задачу решать и как разделить ответственность между заказчиком и исполнителем. При этом здесь в качестве заказчика я понимаю проект, то есть бренд. В качестве исполнителя это может быть агентство или система автоматизации. Начнем с первой задачи на стороне внешнего подрядчика. Сейчас на рынке очень много, в принципе, инструментов для автоматической генерации, в том числе К50, которые я представляю. И, соответственно, эти инструменты могут и генерировать, и управлять рекламными кампаниями. Почему удобнее делегировать? Ну, во-первых, чтобы не изобретать велосипед, который показывал Дмитрий до меня, можно пользоваться сервисами, которые уже разработаны, которые специализируются на контекстной рекламе, и, соответственно, эти решения представляют. И второе важное, важный нюанс, даже если вы крупный проект и начинали давно размещать контекстную рекламу, если у вас вдруг все-таки есть какое-то внутреннее решение, то это прекрасно, но нужно держать штат все равно разработчиков, которые будут поддерживать в актуальном состоянии вашу разработку, так как API рекламных систем, они не статичны, они тоже постоянно меняются, и, соответственно, вам нужно такие же изменения вносить в свой инструмент. Допустим, вы со мной согласились, выбрали хороший генератор-оптимизатор, запустили рекламную кампанию по фидам, сделали объявления текстовые, и видите, что у вас, например, сгенерировалось вот такое объявление. Разобрать, что к чему и к какому товару не получается. Я, когда делала прогон презентации, меня никто не угадал. Говорили, что это робот-пылесос. На самом деле это плитка. Я просто взяла пример из проекта недавнего, который мы запускали. Или, например, вот так. Это билетный сайт, соответственно. И здесь все прекрасно, но что-то пошло не так. Это город Сочи, если вы не поняли, в Сочащи. Почему это произошло, и кто виноват, и как, в принципе, этого избежать? Мы настроили хорошие шаблоны, по которым генерятся рекламные тексты, но при этом мы работаем на основе контента, который есть в фидах. И здесь, на мой взгляд, нужно обязательно оставлять контроль контента в фидах на стороне заказчика, так как это его товар в первую очередь, и он формируется на стороне заказчика. Бывают исключительные случаи, когда фиды делаются вне команды, но это достаточно редкий кейс. Соответственно, вот эту задачу мы оставляем внутри команды in-house. Контент и формирование фидов для Яндекс.Маркет, Google Мерчант, и, в принципе, тот же формат фидов подходит для Яндекс.Директа и Google Ads для генерации автоматических объявлений. И еще вот система автоматизации, которая сейчас есть на рынке, они прекрасно справляются с генерацией, с массовыми изменениями рекламных компаний, с какими-то рутинными задачами, но они не могут, к сожалению, пока, возможно, там машины обучения, и скоро мы до этого дойдем все, но пока они не могут проанализировать рекламные материалы, которые получились, и поставить их с вашим брендбуком. То есть вот имея опыт работы в том требовательном бренде, я понимаю, что для таких брендов нужно часть работы оставлять внутри команды. И что я имею в виду? Если у нас есть шаблоны для генератора, то обязательно имиджевая составляющая креативов должна быть прислан клиентам для того, чтобы потом никаких событий, расстраивающих бренд не произошло. Мы разобрали задачу создания и управления рекламными компаниями. Также у нас есть задача, например, объединить все данные в один отчет из разных источников, может быть, не только контекстная реклама и медийка, и все, что есть в интернете. И как здесь распределить задачи? На стороне внешнего подрядчика, как, в принципе, и в первой задаче, нужно целесообразнее оставить сбор данных. Почему? Потому что у системы автоматизации есть готовые коннекторы, и подключить все системы рекламные и аналитические системы, колл-трекинги. И достаточно просто. Если это делать внутри, то, опять же, требуется дополнительная разработка. Но здесь тоже есть проблема. Мы все это можем подключить и сделать такой сводный отчет, но не получить реальных продаж и прибыли. В этом случае, опять же, мы обращаемся к заказчику и говорим, что давай сделаем такой отчет, в котором будут все данные необходимые для анализа. Вы нам, пожалуйста, помогите в этом и настройте CRM. Давайте вместе настроим интеграцию с вашим CRM. Или сделаем выгрузку автоматическую с данными о продажах и UTM-метками для того, чтобы мы могли сопоставлять данные продаж и рекламных компаний. И как выглядит процесс интеграции при решении локальных задач? Я имею в виду, опять же, управление контекстной рекламой. Со стороны заказчика подключаются рекламные аналитические системы без передачи доступов в аккаунты, что важно тоже для многих. Затем происходит выкачивание статистики на стороне системы автоматизации. Этот процесс занимает от нескольких минут до суток в зависимости от объемов аккаунта. Затем происходит важный этап — это сопоставление данных. То есть у нас есть отдельные данные из рекламных систем и есть отдельные данные из аналитических систем, из CRM. Нам нужно, соответственно, их споставить. Обычно они споставляются либо по IT-заказу, либо по UTM-меткам. После того, как мы данные все получили в одном интерфейсе и видим те метрики, которые есть сейчас, то есть фактические показатели, мы готовы уже приступить к обсуждению KPI и к обсуждению того, как мы эти фактические показатели можем улучшить. Когда мы обсуждаем KPI и принимаем их, мы, опять же, настраиваем автоматические сценарии системы автоматизации для достижения этих KPI. Настройка, она, в принципе, может быть и на стороне заказчика в зависимости от формата отношений. То есть если это соассные инструменты, это может делать заказчик самостоятельно, пользуясь мануалом, который предоставляет система автоматизации. Ну и на стороне заказчика, конечно, остается контроль результата. Какие проблемы могут возникнуть при внедрении и, в принципе, как их можно избежать? Это некорректные или невыполнимые KPI. Вот здесь вот есть несколько метрик, и кажется, что это для разных проектов, но нет. Бывают клиенты, которые в качестве KPI хотят ДРР 5%, что, в принципе, низкий достаточный показатель. При этом рост дохода плюс 100, и CPO удерживать меньше 500 рублей. Возможно, для проекта это выполнимо, но не видя его статистики, кажется, что это немножко такой некорректный KPI. Что может быть решением, как мы поступаем? Перед подключением проекта мы после вот этого этапа сопоставления смотрим, какие показатели есть и, в принципе, сравниваем с KPI. То есть если они не сопоставимы никак, что если у нас ДРР там текущий 100%, хотим 5%, ну вряд ли вам система автоматизации поможет. Нужно себе в этом отчет отдавать. И, в принципе, там 20-30% это, наверное, та цифра, с которой, в принципе, стоит начинать повышать изменения KPI и фактических показателей. Следующая проблема, с которой мы часто сталкиваемся, это проблема с данными. Ну это, в принципе, понятно, что там какие-то дубли в Google Analytics или мы из Google Analytics получаем лиды, а нам нужны продажи. И изначально оптимизируемся на лиды и вроде бы получаем рост лидов, но заказчик недоволен, потому что он не может с отчетом по лидам пойти к своему коммерческому и сказать, вот посмотри, лидов стало больше. Скорее всего, такой отчет завернут ему и скажут, да, но, наверное, качество этих лидов стало хуже. Поэтому нужно изначально, да, начинать, главное начинать с главного и понимать, что будет конечной целью и каким-то образом найти возможность передавать в систему автоматизации данные, от которых аккаунт будет оптимизироваться. И вторая уже такой блок проблем, с которыми мы сталкиваемся, это ошибки в настройках. Часто на самом деле бывает такое, что мы подключаем проект в систему автоматизации и настраиваем какое-то правило, которое нам кажется логичным. Вот, например, вот такое. И здесь мы хотим понижать ставку с какой-то периодичностью на фразы, которые потратили 15 тысяч и не принесли конверсии. И вроде бы все правильно и хорошо, но под это условие попало всего три фразы. И таким образом кажется, что мы запустили процесс оптимизации, но фактически в аккаунте ничего не произошло. Или произошло, но незначительные. Результатов мы, конечно, не увидим. Решение проанализировать, опять же, перед запуском. Но это классические ошибки в настройках больше-меньше или операторов и или. Вот, например, вчера я это сделала скридшот. Вот, человек хочет запустить правила на фразы, которые активны, и у которых CPA больше 4 тысяч. Но выбран или, и, соответственно, мы действия, которые выберем, будем запускать на все фразы в аккаунте. Какое здесь решение? То есть понятно, что это система автоматизации, но вдруг здесь человеческий фактор все равно присутствует и ошибки. Решение — это предпросмотр. В многих системах есть такой инструментарий, что когда мы создаем новый сценарий, мы проверяем его путем формирования отчета без применения действия в аккаунте. И пример успешной интеграции. Кажется, Озон уже кто-то сегодня упоминал. Он на слуху, так скажем, что там у Озона. С Озоном нам удалось избежать тех проблем, о которых я говорю. Задача была такая. Есть большие фиды, соответственно, большой ассортимент товаров на сайте и большое количество категорий. Там начинают книг, заканчивая косметикой, и все это по-разному описано. Как мы взаимодействовали? Соответственно, мы создали четкое ТЗ, которое Озон уже внутри внедрил и как раз оставил на себе задачу контроля этих фидов. И, соответственно, с нашей стороны мы настроили универсальные шаблоны, по которым генерились вот такие текстовые объявления. Что мы получили в результате? Автоматически обновляемые кампании по всем товарам на сайте, которые работают до сих пор прекрасно. И вот мы с вами говорили о таких локальных задачах, как запуск контекстной рекламы и управление ей. Если мы говорим больше о более глобальной задаче, такой как, например, внедрение систем сквозной аналитики, то здесь недостаточно просто распределить обязанности. Ты делаешь это, я делаю это. Потому что здесь взаимодействие будет более сложным. Кажется, что процесс должен выглядеть вот так. Мы хотим сквозную аналитику. Согласовали, построили. Но на самом деле не так. Далеко не так, к сожалению. Поэтому я рекомендую создать рабочую группу или проектную команду с ответственным человеком с той и другой стороны, так скажем, с лидером группы, которые будут постоянно взаимодействовать. И для чего это нужно? Почему? Какие сложности при внедрении сквозной аналитики бывают? Вот, казалось бы, простая задача – получить доступ от разных подрядчиков или попросить их авторизоваться через браузеры в нашей системе. Но достаточно сложная задача оказалась. Например, вот у нас был недавно кейс. Это крупный застройщик, по которому мы собирали доступ к разным аккаунтам в течение месяца или даже полутора месяцев с учетом того, что менеджер с нашей стороны был суперпроактивным. Важная проблема тоже, например, мы все получили доступы, у нас есть данные, но нам нужно сделать, например, срезы по всем поисковым компаниям, по всем брендовым поисковым компаниям. А аккаунтов у нас очень много. И в одном аккаунте одна и та же компания может называться, как только может не называться. Соответственно, здесь решений несколько. Это изначально четкие стандарты выработать для нейминга и UTM меток, шаблонов. Но если мы уже столкнулись с этой проблемой, соответственно, эта проблема решается на стороне подрядчика по сквозной аналитике. То есть понятно, что регулярными выражениями, фильтрами мы можем настроить агрегацию этих данных, но, соответственно, нужно учитывать, что часы на внедрение увеличатся и стоимость, соответственно, тоже. Какая еще бывает проблема? Например, это дубли в CRM. Это вот, например, выгрузка из CRM, например, по недвижимости. И у нас есть одна заявка и есть два звонка. И в CRM это может выглядеть как две строки с разным ID заказа. Например, номер телефона один. Это, например, я и мой муж позвонили застройщику и попросили записаться на просмотр квартиры. И если это будет два заказа, то понятно, что финальная статистика будет неверной. Какое решение? Соответственно, определить критерий для склейки этих дублей, ну, в принципе, понятно, но сделать это нужно обязательно. Но еще одна из проблем – это внутреннее сопротивление интеграции, когда обычно происходит так, сквозную аналитику хотят внедрить руководителя для того, чтобы держать руку на пульсе и видеть, как идут дела в наших рекламных компаниях, какие источники эффективные. А менеджер, который будет этим заниматься, получает задачу лишнюю и не видит в этом, в принципе, никаких профитов для себя. Соответственно, нужно с менеджером тоже пообщаться и спросить, а что тебе было бы полезно, какие данные для работы, анализа используешь ты. И исходя из этих данных, построить и для него отчат тоже. Если мы все сделали правильно, и в результате слаженной работы у нас появляются такие отчеты в сквозной аналитике, которым могут пользоваться коммерческий директор как раз для того, чтобы смотреть обобщенные показатели по продажам, директор по маркетингу, чтобы оценивать рекламные каналы в динамике. И, соответственно, тот руководитель, диджитал направление или менеджер по контекстной рекламе для того, чтобы контролировать свои рекламные компании и принимать меры оперативно достаточно. Вот у меня все, и я надеюсь, что вам эти советы будут полезны, и вы будете это использовать при внедрении сквозной аналитики или системы автоматизации для управления контекстной рекламой. Вопросы? Так, спасибо. И мы передаем слово нашему следующему спикеру Алине Аниськиной. Но так как Алина, насколько я знаю, заболела, вместо нее... Вячеслав. Вячеслав. Спасибо. 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 Ой. Всем привет. У меня немножко нестандартная тема для сегодняшнего мероприятия. Сегодня было много идей по маркетинговой автоматизации и наверняка у вас появились какие-то идеи о нововведениях у себя в компании или о какой-то разработке, либо вы уже занимаетесь разработкой подобных IT-решений, либо у вас есть идеи стартапа. Для всего этого я расскажу о том, как собрать крутую команду разработки на ваш проект. В двух словах о нашей компании. Тут немножко поехали шрифты. Извиняюсь. ClowerBot занимается разработкой IT-систем на базе искусственного интеллекта. Мы разрабатываем как кастомные решения с применением компьютерного зрения, автоматизацией текстового общения, анализа данных, так и разрабатываем коробочные продукты как для промышленности, как системы оптимизации загрузки производства, так и для маркетинга. Буду рад после пообщаться по поводу активации для трейд-маркетинга, наших решений для мероприятий и так далее. Мы работаем с такими компаниями, как RGD, Электролюкс, Сплат, Агентство Стратный Инициатив и другими. И с 2017 года мы... Да, шрифты поехали тотально. С 2017 года мы разработали уже более 30 проектов. И все это время я отвечаю в ClowerBots за развитие команды разработки. Накопил достаточно много опыта, которым хотел бы с вами сегодня поделиться. Итак, чтобы собрать успешную команду разработки, есть несколько шагов. Для начала нужно понять, кого мы ищем в команду, декомпозировать проекты и понять, каких именно специалистов. После этого разместить информацию по тем каналам, которые реально работают. После этого выбрать лучшего, предложить наиболее подходящие условия и обеспечить, чтобы люди не разошлись сразу после того, как вы их собрали. Далее по каждому шагу подробнее. Вначале, чтобы искать людей в команду, надо понять, кого мы ищем. Для этого нужно декомпозировать проект на части. Во-первых, нужно понять, какие блоки будут в вашем проекте. Мы декомпозируем этот проект по функциональным частям. То есть это backend-системы, алгоритмы искусственного интеллекта, блокчейн или любые другие технологии. Формат отображения и какие-либо интеграции. Когда мы разложили этот проект на эти части, также мы понимаем, где этот проект будет находиться. Это мобильное приложение, это сайт, это чат-вод, либо это открытая API. После того, как вы разложили этот проект по этим частям, мы определяем сложность проекта и определяем стек-технологии, языки, на которых мы будем это писать. Если вы сами не можете это сделать, не хватает определенной экспертизы, то здесь необходимо привлекать экспертов по дальнейшим каналам, которые я дальше расскажу, чтобы они помогли вам объяснить, насколько сложной backend-система ваша будет, какие специалисты, какой стек-технологии лучше подойдет для вашей разработки. Реализовав эти четыре шага, вы уже получите полную декомпозированную систему с пониманием сроков, сложности, конкретных людей, которые вам нужны в команду. И, возможно, консультантов или советчиков, которых вы будете привлекать на этом этапе, уже кто-то захочет поработать с вами в команде, реализовать этот проект, либо посоветует вам кого-то. После того, как вы поняли, кого вам надо искать, делаем объявление, продумываем, как, кому, что мы предлагаем. Здесь нужно подготовить описание, в котором вы расскажете требования технически, каких людей нужно искать, и обязательно расскажете о том, почему работать важно с вами. Это пример одного из объявлений, которые делали мы. Что еще сюда можно добавить? Это большее описание проекта. Поскольку мы искали здесь людей больше в штат, мы не описывали конкретные проекты. Но также лучше расписать о том, если вы берете на конкретный проект, что это за проект, почему он крутой, почему люди должны захотеть с вами работать именно на нем. После того, как вы подготовили описание, размещаем информацию на профильных каналах. Самые эффективные каналы по моему опыту работы с 2017 года – это первые три. Профильные сообщества при компаниях и вузах. Например, есть сообщества разработчиков Russian Hackers и другие. В рамках этих сообществ люди общаются, обмениваются опытом. Обязательно нужно в них погружаться, если вы связаны с тематикой разработки, дружить с их организаторами, участвовать в этих направлениях. Второе – это рекомендации. Это понятно, хорошие люди знают хороших людей. Поэтому обязательно надо… И чем больше у нас команда растет, у нас сейчас 30 человек, тем больше мы набираем людей по рекомендациям. Потому что наши уже сотрудники рекомендуют других хороших разработчиков, которые могут к нам присоединиться. Третье – это хакатоны и профильные мероприятия. Вообще наша кампания в 2017 году началась с победных хакатонов, где мы собрали первых людей в команду. И вместе с ними, имея опыт побед, позитивных, результативных мероприятий, мы продолжили дальше движение вперед. Поэтому не обязательно можно участвовать в хакатонах, потому что в последнее время мы выступаем как спонсоры хакатонов, как жюри, как наблюдатели на них. Можно приходить на них и смотреть, как команды работают, какие команды хорошо презентуют и рассказывают друг о друге о своих решениях, какие – не очень. После этого отбирать, общаться с ними либо сразу на мероприятии, либо потом просить организаторов прислать контакты. Это три самых хороших решения. Если все равно не нашли человека там, то есть еще фриланс-биржи. Это я выписал те, которые я чаще всего пользуюсь. Иногда надо найти быстрый человека, либо в целом просто какой-то такой активный поиск каких-то частых позиций. Соответственно, можно закидывать объявления туда. Важно отсекать спамеров, которые сразу вам начинают присылать автоматические сообщения с предложением обо всем. И потенциально там тоже можно находить людей. Там мы находим людей реже, но это тоже канал. И также канал рекрутеры. Самый сложный для нас канал. Мы пробовали работать, пока получалось мало, но я уверен, что все равно когда-нибудь я найду хороших рекрутеров, которые будут предлагать нам хороших людей. Этот канал более дискредитирован, потому что очень много людей туда идет без знания профильной специфики разработки. Поэтому разработчики сами не очень активно с ними общаются. И чаще у рекрутеров не самые топовые разработчики. Также это каналы, которые позволят вам самим находить команду. Если у вас есть задача найти и сделать какое-то свое решение, не привлекая команду, можно найти, не собирая свою команду, можно найти готовые команды разработки, либо пообщаться с такими компаниями, как мы, которые разрабатывают решение, заказать разработку решения непосредственно для вас. После того, как вы разместили объявления в нескольких каналах, вам начинают приходить предложения, если вы все сделали до этого хорошо. И следующий шаг – это нужно выбрать людей, которые вам необходимы, которые вам нравятся, чтобы дальше им предлагать уже непосредственно с вами работать. Здесь есть четыре момента, на которые мы обращаем внимание. Первые два классические, на которые обращают внимание все – это адекватная рынку стоимость оплаты труда и соответствующий опыт, который мы выявляем в рамках технического собеседования и тестового задания. Также важны два момента, которые не всегда учитываются. Это умение работы в команде, особенно если ваш проект подразумевает достаточно большую команду. Самый, наверное, сложный навык и качество, которое не всегда можно сразу понять, только на опыте работы человека с вами. Мы это тестируем, смотрим людей в работе на хакатонах, поэтому это мы их часто посещаем, потому что в рамках двух суток работы, те, кто не знает, хакатоны – это мероприятие, которое проходит обычно на выходных, двое суток. Люди в команде по 4-5 человек запираются и делают определенные прототипы. Условия достаточно экстремальные, но они показывают, кто готов к такой сильной командной работе, а кто нет. Обычно те, кто работают хорошо в команде, они и выигрывают. Также можно дать тестовый проект, посмотреть, как человек работает, прирабатывается ли он с вами или нет. И также важная часть – это заинтересованность в вашем проекте. Особенно для разработчиков это важно, потому что это будет следующий слайд. Для них очень есть важная часть нематериальной заинтересованности, поэтому важно, чтобы им ваш проект нравился. После того, как вы отобрали нескольких людей, которые вам понравились с предыдущего шага, дальше нужно им что-то предлагать. И здесь тезис такой – важно предлагать баланс материального и нематериального. С одной стороны, материальные факторы, такие как оплата труда, либо, если это какой-то стартап, то можно предлагать долю, опцион, либо какие-то дополнительные полезные опции – это обязательно и важно. Но, с другой стороны, у разработчиков очень большой нематериальный фокус и ценности. Для них важна идея проекта и его потенциал, потому что все мечтают сделать какую-то изинорога, либо просто, чтобы проект решал какую-то значимую задачу. Опыт и развитие – тоже очень важный фактор для разработчиков. Им важно понимать, что работая с вами год, полгода, либо длительный срок, они сильно будут постоянно расти. Это очень важно для них. Также вы, как личность, которая тоже может развить их опыт, навыки и обеспечить процесс труда комфортный. И, соответственно, условия труда – удаленная работа, гибкий график, как разработчики это все любят, и прочие условия также комфортные. После того, как вы предложили людям, которые вам понравились хорошие условия в балансе материального и нематериального, и они согласились с вами работать, осталась последняя задача. Достаточно объемный блок, поэтому здесь я просто тезисами обозначу вещи, которые важны, чтобы не растерять команду. Во-первых, держать слово и выполнять те обещания, которые вы дали команде. Во-вторых, организовать комфортный процесс труда. В-третьих, быть структурированным, то есть чтобы все понимали, кто за что отвечает, чтобы не было разброта и шатания либо нечеткой постановки задач. Также держать надо людей в курсе прогресса вашего проекта. Это тема того, что люди должны знать о потенциальности вашего проекта. И они должны знать, что вы вместе с ними развиваетесь и двигаетесь вперед, и проект развивается. Держать руку на пульсе, регулярно с ними общаться и смотреть, насколько они довольны, спрашивать обратную связь, давать обратный фидбэк и спрашивать обратный фидбэк на себя. Таким образом, чтобы собрать крутую команду разработки, есть пять шагов. Во-первых, нужно декомпозировать проекты, понять, кто конкретно четко вам нужен по уровню, по количеству людей, по компетенциям и технологиям, на которых они программируют. Во-вторых, нужно разместить информацию в тех каналах, которые работают. В-третьих, нужно конкретно отобрать тех людей, которые вам подходят как по опыту, так и по условиям труда, так и по команде и идее за проект. После этого предложите баланс материального и нематериального, чтобы оба этих фактора их драйвили, заставляли их работать с вами, мотивировали их работать с вами. И после этого обеспечить комфортный структурный процесс труда, чтобы люди развивались и росли вместе с вами. Если эти пять факторов сложатся, то большая степень вероятности, что команды разработки сложатся классно. На этом мое короткое выступление заканчивается. Если что, я буду рад вам помочь по рекомендациям разработчиков к вам команду, помогу декомпозировать проект, и также как ко-фаундер CleverBots с удовольствием готов обсудить реализацию IT-проектов для вас. Спасибо. А вам свои факторы? Нет. Просто у нас конкретный стек технологий, но людей проходит больше мимо нас, и возможно наши стеки не пересекаются, и готовы с удовольствием порекомендовать. Либо в целом сказать, какие люди нужны. Есть. Сейчас перечислять не буду, потому что он достаточно обширный. он зависит от стекотехнологий, от опыта работы и направлений. Там много. Но они есть. Если интересно, могу после рассказать. – Большое спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вторая попытка. Как уже сказали, должен был выступать от нас другой человек, но обстоятельства сложились так, что сегодня здесь я. Меня зовут Вячеслав и представляю компанию email matrix. Так как тема автоматизации контроля отчетности email канала, она, наверное, очень узкая, поэтому я сразу хотел спросить, кто вообще связан с email маркетингом, с разработкой писем. Отлично. Вот, вот, хорошо. Тогда я немного расскажу про нашу компанию. Мы занимаемся разработкой, то есть коммуникации с подписчиками от лица бренда через различные каналы. Исторически сложилось то, что мы в основном ведем всю коммуникацию через email канал. Соответственно, здесь небольшой перечень наших клиентов. Собственно, они достаточно крупные, федеральные компании. У нас в штате есть аккаунт-менеджеры. За каждым менеджером закреплено 4-5, например, проектов. Соответственно, у каждой компании, у каждого клиента достаточно большой поток писем ежедневно, ежемесячно. И нужно нам собирать статистику, собирать аналитику для того, чтобы предлагать какие-то новые решения, нужно как-то улучшать, что-то тестировать. И в какой-то момент мы пришли к пониманию того, что мы собираем все это руками, и нам надо все это автоматизировать, потому что становится просто очень много времени тратиться, и не очень это все удобно. То есть это такой внутренний кейс. Итак, о чем мы поговорим? Во-первых, для чего мы все это автоматизируем? Во-вторых, какие показатели именно мы автоматизировали в своих отчетах и на что мы обращаем внимание? И третье, как мы это все реализовали. Соответственно, автоматизация. Я расскажу на примере кейса, для чего нам нужен регулярный контроль показателей. Есть такой показатель, как доставляемость имейлов. Соответственно, мы пришли к выводу, что это нужно контролировать ежедневно. То есть понятно, что у нас есть клиенты и рассылки, которые мы просто в режиме онлайн мониторим, потому что мы знаем, что что-нибудь да может случиться. Но в принципе, даже в штатной ситуации, когда мы понимаем, что все хорошо, если мы это не будем контролировать, то все может выйти из-под контроля. Пример интернет-магазин. В один прекрасный день была атака на сайт, добавилась куча имейлов в базу. Так как не было два нового подтверждения подписки, всем начали приходить велкомы. Так как эти имейлы были реальны, но на них, соответственно, никто согласия не давал на подписку, люди начали жаловаться. Соответственно, доставляемость просела, и нам уже где-то в районе обеда клиент звонит и спрашивает, а что вы там такое отправляете? Нам звонят и жалуются. А мы ничего не отправляем, у нас как бы все хорошо, все спокойно. И мы поняли то, что нам нужно, во-первых, контролировать в режиме онлайн пополнение листа. То есть если бы у нас был такой триггер, мы бы сразу поняли то, что, например, какой-то всплеск в базе, значит кто-то просто, ну, неспроста, если вы ничего не делали, просто так подписчики не начнут добавляться массово. И, соответственно, отправка имейлов, если, опять же, какой-то всплеск, и вы к этому не имеете отношения, значит что-то пошло не так. Второй пример, это строительная компания была, где мы настраивали форму подписки на сайте, все, в принципе, все работало хорошо, и в какой-то момент, перед встречей с клиентом, мы залезли посмотреть все такие показатели и смотрим то, что, в принципе, база не пополняется. И на встрече мы, собственно, об этом спрашиваем. Оказывается, что разработчики там что-то делали на сайте, в итоге поломали постинг, все, подписчики не добавляют. То есть это обратная сторона, то есть нам нужно какое-то уведомление о том, что база не пополняется, соответственно, что-то, опять же, сломалось, нужно это проверять. Третий пункт, все данные в одном отчете, у нас, как правило, задействованы три системы, откуда мы смотрим данные. Во-первых, это отправляющая платформа, там, в принципе, достаточно много показателей, но помимо этого мы еще смотрим постмастера, основные Яндекса и Mail.ru. Как бы информация по жалобам, по доставляемости, там она более точная. Ну и, соответственно, денежные показатели, конверсии, это все мы смотрим в Google Analytics. Соответственно, менеджер до этого, до автоматизации делал все это руками, в трех системах все это собирал, это все неудобно, поэтому, опять же, пришли к пониманию того, что нам надо это все делать в едином отчете. Ну и, опять же, единый отчет позволяет сравнивать показатели как помесячно, либо просто по разным компаниям сравнивать. Это тоже очень удобно для дальнейшей аналитики. Итак, какие показатели? Что касается привлечения людов, то есть я вот рассказывал про рост листа подписчиков и коэффициент конвертации в подписку. Это в сравнении с тем, сколько посещает сайт и поскольку потом конвертится в подписчиков. Показатели вовлечения. Я думаю, с тем, кто связан с email маркетингом, всем они хорошо знакомы. Это, в принципе, все собирается в отправляющей платформе. Уже более такие, с технической стороны связаны качество рассылок. Это доставляемость, жалобы, ошибки, мягкие или жесткие. Есть, опять же, показатель такой, как чернрейт. Его нельзя посмотреть где-то, прям зайти и узнать. Его нужно рассчитывать. Это соотношение всех отписавшихся, неактивных email, ошибок, доставок и прочего. То есть все неактивные базы к текущей базе. И, соответственно, самое любимое – это деньги. Мы оцениваем как прямые конверсии, ассоциированные конверсии и в ручку с каждого email revenue per email. Ну и, соответственно, что мы делали? Мы ежемесячно для наших клиентов готовим отчеты по всем компаниям, которые были в этом месяце. И поэтому мы подумали, что эти отчеты, которые мы сейчас делаем для себя, в принципе, мы можем делиться и с клиентами. И дальше там будет слайд, какие отчеты у нас уходили клиентам, какие отчеты мы отправляли себе, менеджерам нашим. Все отчеты у нас отправляются на почту регулярно в 9 утра. Менеджер приходит на работу, менеджер видит на почте письмо и может посмотреть все показатели по прошлому дню. И, соответственно, мы… Основные показатели, где какие-то проблемные места, мы их подсвечиваем и мы их выводим непосредственно в тело письма. Более подробный отчет, отчет весь полностью, можно скачать по ссылке. Вот, собственно, по типу отчетов. То есть ежедневно по доставляемости утром менеджер получает письмо на почту. И в понедельник клиент получает отчет за прошлую неделю по всем рассылкам. Менеджер получает немного более развернутый отчет по, опять же, активности за прошлую неделю. Ну и в конце, точнее, уже даже в начале месяца нового, за прошлый месяц, и клиент и менеджер получают единый отчет, где уже собрана вся полностью информация и по автоматическим письмам, и по отдельным бродкастам, по приросту базы. Все это собрано в одном отчете. Соответственно, немного про реализацию. Как это все у нас сделано. В первую очередь мы запрашиваем данные из отправляющей платформы по API. Потом, как я рассказывал, про чернрейт и про рост базы мы это пересчитываем на своей стороне, сравним и показатели с прошлым отчетным периодом. Дальше запрашиваем данные по доставляемости, по жалобам из постмастеров. Цепляем данные из Google Analytics касательно эффективности каждого письма, каждой рассылки по UTM-кампейн. Потом собирается это в общий отчет, а отчет приходит уже ответственным лицам. Ну и примеры отчетов. Это отчет о доставляемости, который ежедневный. Соответственно, по доменным именам видно, сколько писем было отправлено, сколько доставлено из них. То есть если у клиента не подключены постмастера, как в первом примере, то видно, что там жалобы репутациям, просто данных этих неоткуда взять. Соответственно, на втором отчете видно, что эти данные есть. И мы можем также репутацию сравнить из постмастера проценты из ESP и проценты из постмастера. Слева отчет по… Это даже не отчет, это именно письма. По приросту базы, опять же, мы выводим то, что добавляется импортом, это то, что мы добавляем руками, если не настроен автоматический постинг. Если добавляем по аппе, то, соответственно, у нас правая колонка. И в случае, если изменение динамика отрицательности или положительно больше 80%, ниже 80% по отношению к прошлой неделе, то мы, соответственно, выводим, подсвечим красным, чтобы менеджер мог оперативно все это проверить и посмотреть, с чем связано то, что стало меньше добавляться в базу клиентов. И отчет по триггерным сообщениям. Соответственно, тоже меньше, если 40% за предыдущую неделю, то эти письма выводятся. Соответственно, не все триггеры у нас бывают активны. Мы именно активные смотрим, но даже не все активные отправляются, потому что не для всех есть какое-то событие. Поэтому этот менеджер должен скачать полный отчет и уже там посмотреть, все ли хорошо. Ну и пример ежемесячного отчета. У нас это все собирается в Excel. Мы как бы… Есть Power BI и прочие красивые интерфейсы, где можно посмотреть красивые графики, но нам как-то привычнее и понятнее работать именно с данными, с цифрами в таком формате. То есть, опять же, здесь можно при желании построить любой график, но и так все нагляднее сравнивать. То есть здесь замазаны непосредственно данные по конкретному клиенту. Здесь все рассылки за текущий месяц. Ниже представлены автоматические письма, которые отправляются. Ну и, собственно, все данные из отправляющих платформы, постмастеров и из Google Analytics. Ну и вот, соответственно, можно построить график, где потом это тоже анализируем, что, например, open rate в 35% не всегда хорошо то, что конверсия в итоге была очень маленькая по сравнению даже с другими рассылками. И также вот есть, где, по сути, click rate практически равен конверсии итоговой. Но, в принципе, самое главное – определить ключевые показатели, за которыми будем наблюдать, потому что от сферы бизнеса показатели могут быть разные. Для кого-то важны продажи, для кого-то больше важна лояльность, вовлеченность аудитории. Определиться с частотой, когда мы это проверяем. Автоматизация, на самом деле, нужна она, конечно же, не всем, потому что это и настройка, это все требует времени и ресурсов. Если одно-два письма в неделю отправляется, то, конечно, все проще и логичнее смотреть руками. Если уже там 40-50 писем в месяц уходит, то, наверное, уже можно задуматься. Соответственно, используем все эти данные, полученные для дальнейшей оптимизации, для предложения новых идей, тестирований и прочего. Ну, в принципе, вот наш кейс таков. Если есть вопросы, готов ответить. Мы работаем с всеми из пи, какие есть. Но как бы в плане отчетов у нас очень много клиентов из эксперт-сендера. У них хорошая API, они отдают всю статистику, поэтому с ними никогда проблем нет. Какие-то рекомендации посылайте клиентам, что делать с наставленными адресами? Ну, мы, в принципе, даем рекомендации. И… Не всегда снижается. Почему снижается? Там есть, насколько я знаю, что система запоминает. Так что, если ты отправляешь письма, например, не по сторонам слова, к услугам, либо низкое число открываемости, то в локальной компании есть, чтобы не обидеть по рассылкам. И если ты ведешь рассылку по адресам, которые не открывают… Ну, да, конечно. А еще? Да, да. Ну, мы следим, в принципе… Мы следим за тем, чтобы база была актуальная, чтобы база была активная. Мы периодически проводим реактивацию базы. То есть мы именно отправляем по активному сегменту, который читают, действительно заинтересованы, действительно открывают письма. В спам-ловушку просто так попасть нельзя, если собирать базу, если следить за ней, чистить ее. Соответственно, если база где-то куплена, найдена, ну, тогда да. Ну, на стороне клиента в том числе. Ну, это и мы. Потому что клиент, как правило, приходит с какой-то базой, говорит, вот мы собирали пять лет, вот давайте по ним разошлем. Но так это не работает. И по сути мы предлагаем всегда какую-то стратегию или дегенерацию, продумываем, как нам привлекать новых клиентов, и именно уже с ними начинаем коммуницировать. То есть если база действительно живая, действительно какие-то покупатели, с которыми, ну, как-то клиент еще пробовал общаться самостоятельно, то постепенно мы как-то прогреваем, добавляем именно в активный сегмент. Ну, и вот за репутацией, я там показывал, были скрины, где как раз в постмастерах вот Mail.ru отдает данные по репутации домена. А вот за этим мы всем тоже следим, чтобы это все не проседало. Спасибо за выступление. А вам, коллеги, спасибо большое за участие. Надеюсь, наша информация была для вас полезной, наши секции пригодятся вам в вашей работе. Будем рады вас вновь видеть на наших мероприятиях. Спасибо.